маргинал отвечает на критику в свой адрес со стороны шадова отвечает отвечает смотрим-смотрим поехали с канала uber маргинал звук бы настроил бы лучше бы ты я настрою я блока взял бог это первый скажем то ну да первый из британских да блять как у ему тыщу кинули где моя тыща ребят раздавил сразу же просто в начале стрима он еще слова сказать не успел я уже раздавлен друзья периков классических классических да ну что значит классических эмпириков по эмпирикам я там накосячил скорее всего но да ладно это значит не тех которые были потом в девятнадцатом веке это способ отделить значит троицу собственно классических эмпириков от например джона стюарта мили окей мы берем британских эмпириков то традиции эмпиризма именно в англии уходит еще в средние века ну да ну то есть бродвард ну кстати там да папа дольше можно вот о чем я да понял вспомнил правильно традиции уходит безусловно но принято когда проходят эмпириков на западе по крайней мере выделять первую очередь лока беркли и юма до лог беркли юм а фрэнсис бекон окей значит то что было да не а на самом деле интересно уже ну как они на западе там это проходили просто у нас в учебниках тоже немножко по-разному все написано особенно по отношению к эмпиризму идеализму разные и определения дарятся все нормально чё маргана я тыща чё маргока как тебе такой ответ а как тебе такой ответ маргу мы побеждаем а них это как же там томас гопс и хер знает почему его тоже не перечислили при тече значит британского империзма ну при течение британского империзма ну то есть тот же империзм тоже британски получается тоже британский В Англии тоже, да, в Англии, не знаю Эмпиризм? Тоже эмпиризм Мы эмпириками называем еще представителей, не знаю, даже античности некоторых называем эмпириками Потому что они, ну, как бы на ощущение давили Ощущение как важнейший способ познания Ну, в таком случае просто они никогда не были Просто никогда не были эмпириками, ну, окей Тот, кто экстраполирует эмпиризм, не знаю, нового времени на средневековье и античку, тогда заблуждается Хотя многие так делают, но не важно, не важно А вот то, что было после Юма, да, то есть вот Не, я как раз на после, с после все понятного, Арго, меня больше интересовало до В 19, например, веке тот же Миль, тот же эмпирик, но это не, он не один из трех классических эмпириков Вот это уже последующие всякие Ну, кстати, интересно про классических эмпириков, потому что именно если это тройка классических эмпириков, то я не слышал даже Понимаете, в чем еще проблема? Того же Беркли, которого он назвал среди трех классических эмпириков в обычном таком вот образовании, нашим русском, я не знаю, как часто трактуют, как вообще эмпирика Беркли самого Но у Беркли довольно странная философская позиция в целом На фоне особенно эмпиризма выглядит довольно странно, но вот среди таких, знаете, английских материалистов Среди людей, которые работают вроде бы с ощущениями, сенсуалистов там и прочих замечательных людей затесался человек, ну, крайне идеалист Ну, то есть, здесь не подкол в адрес маргинала, кстати, ни в коем случае Ни в коем случае не подкол в адрес маргинала И даже я, когда спорил вот там вот, вот тот я, когда с ним спорил, я уже подразумевал немножко не подкол к нему скорее, а подкол вообще к такому, знаете, образовательному подходу, в котором все англичане эмпирики А все не англичане, не эмпирики, идеалисты там и прочее, прочее, прочее Ну, ладно, неважно, неважно, очень и очень странное просто, на мой взгляд, деление Ну, пойдем дальше уже, там, это уже то, что потом, мне тоже скорее предтеча для, там, появления, там, логического позитивизма То есть, вот, британский эмпиризм плюс британский идеализм Не, ну, то есть, Марго, здесь, именно в этой области шарит Сейчас пойдут греки, как бы, скоро пойдут греки Вот, всякая, там, хуйня, позитивизм, конечно А, кстати, если что, друзья, если что, он у меня в заложниках Если он забанит мое это видео, я смогу забанить его видео, вот это вот, которое он сейчас снимает Если что, это чтобы мы знали Мы сейчас с маргиналом, как бы, в заложнических отношениях друг у друга находимся Континентальное, он в итоге привел, все это вместе привело к формированию логического позитивизма в 20 веке То есть, это так уже рассматривается, то есть, в тени, то есть, эмпирики 19 века уже рассматривается в тени Не эмпириков 18, например, века, а в тени пастивистов 20 века Вот так вот Ну, по крайней мере, мне так это преподавалось Там же Томас, да, вроде Томас Братвардин Там, по-моему, вообще все и Роджер Бекон, он тоже туда же уходит Не, ну просто слово классическое, ну, блин, тонко-тонко-тонко такое, странное Очень-очень-очень такое, знаете, слабое слово Ну, ладно, не важно Если ему так преподавали, окей, окей Мне так не преподавали, поэтому у меня вопрос действительно до сих пор все еще назревает И я, в принципе, до сих пор не согласен, но не с ним в данном случае История философии, это то, что действительно изучает, что есть такое философия И пытается как-то с этим орудовать Правильно Как-то иметь с этим дело, вот так вот То есть она может быть связана с историей философии, но это действительно две разные вещи Да Согласен с маргиналом, ну, сам с собой и с маргиналом согласен Метфилософия интересная штука вообще Ну, нас интересует в данном случае вопрос, что это вообще, что такое философия Какой вот дохер кера, да Ну, например, какая-то дисциплина, которая изучает мышление в целом, пытается свести все философские течения в рамках одной системы Нет, дисциплина, которая изучает мышление, это внутри философии, это эпистемология Вот, а как бы метод Так, я же не договорил Философия отвечает на вопрос, на такие вопросы, как что есть философия Да, отвечает Ну, пытается отвечать Что есть метафизика Что есть этика, что есть онтология и так далее Про философию в целом, про разделы философии Про задачи философии, да Да, в том числе, какие задачи философии, какой предмет и даже какие методы отчасти Какие методы могут быть у философии, и эти методы отличаются ли они от науки Или, может быть, наука тоже часть философии Задачи бывают не только те, которые прописаны чисто вот онтологически, да То есть, в определении, которое содержится То есть, мол, метафизика, это раздел философии, занимающийся вопросами существования и несуществования, например Да, то есть, это вот некая задача, которая указана в определении Есть еще задачи у каждой из этих дисциплин Ну, все верно Задачи в рамках того, для чего нужна кафедра, например Вот в университете для чего нужен философский факультет Для чего нужна кафедра, там, онтологии, теории познания Ну, вот здесь, как бы, я не знаю Это может быть задачей метафилософии, конечно, в теории может быть А с тем же самым успехом, с каким задачей метафилософии может быть, не знаю, попытка выяснения того, что такое мышление Да, заказали все видео, друзья Про Штырнера давайте посмотрим тоже Все увидим, все увидим И почему там онтология и теория познания, бля, хуяк вместе Теория познания, это, там, гносеология, эпистемология, там, такое А онтология, это, вот, типа, метафизика, как бы Ну, онтология включает в себя, получается, метафизику, когда мы говорим о бытие в целом Также онтология включает в себя какое-то частное бытие человеческое Например, бытие Мартина Хайдегера с дозайном мы работаем на кафедре онтологии прежде всего И философия воображения в контексте онтологии может разбираться только вот в таких вот, не знаю, бытийных конструктах тогда, получается Ну, вот тоже, почему я на кафедре онтологии защищаюсь по воображению? Потому что есть связка через бытием, через экзистенциалистов и Мартина Хайдегера Поэтому, вот, тоже, пошире немножко, пошире Там есть отличия, но это вообще тоже от определения зависит Ну, Лекс Дизайн пишет, но это отчасти вопрос самого университета Да, я не думаю, что кто-то будет слушать метафилософов по данному вопросу По-моему, слишком как-то вот такое, стратное дело И так далее, и тому подобное То есть, это на самом деле, ну, не совсем то же самое Писать их, это метафилософия Ну, в целом, он правильно, разграничение ввел, действительно История и философия это одно, а метафилософия другое Ну, заметьте, что я ответил на этот вопрос буквально вот так вот, быстренько А Маргиналу раскрыл Кстати, раскрыл Друзья, я надеюсь, я вернулся на ту же самую трансляцию Потому что, если нет, то это печально У нас стрим, видимо, будет падать сегодня очень часто, да Я хуй знает почему На такое важное видео и стрим будет падать прям вообще Вообще просто теперь постоянно Поднялись, тот же самый, да, тот же самый стрим Тот же самый стрим Блять, 13 человек Вообще просто теперь постоянно поднялись 13 человек, охуеть 17 человек, 21 Друзья, простите, пожалуйста, я не знаю, что происходит Я не знаю, почему все так херово Я не знаю, почему все ломается внезапно Ну, продолжаем Маргинал все сказал правильно, отлично Хорошее дополнение Ну, я просто решил тогда не раскрывать полностью Такого Давайте ускорим Философию Ну, первичные свойства, вторичные свойства, да То есть, всякая хуйня Скучное говно Вот святой Августин Он, как бы, написал вот эту свою испу Ну, опять же, у Маргинала здесь скучное говно Комментарий, ну, такой чизотролльский Восхитительная вещь Ну, кстати, я сам не знаю, кого бы я из них выбрал Тупо Тупо, как бы, не знаю Августин во многом предвосхитил развитие христианства в целом То есть, значит Предвосхитил, это странное слово в данном контексте Обусловил Предвосхитил, это значит, до христианства он был Он отец церкви Предвосхитил развитие христианства Потому что он отец церкви, да Один из отцов церкви Один из многих отцов церкви Предвосхитил развитие христианской философии Именно предвосхитил Ну, то есть, он был до Во многом Все, все верно Ну, то есть, здесь все правильно Да, окей должен был быть я думаю просто оговорился здесь ну как бы как бы это отец церкви это отец церкви просто то есть конечно христианство было в его время но предосхитил развитие здесь все верно я до сих пор я говорю очень много тех формулировок которые я не хочу произносить на самом деле оговариваю часто херню бывает несумимо но в данном случае я вполне так знаете готов постоять за предвосхитил так значит в чате в чате в чате чё в чате на чем у меня в чате что-то было христианская философия верно христианство нет максим это отец церкви один из отцов церкви один из нескольких отцов церкви и христианство в целом тоже как бы то есть это один из самых важных людей вообще в общем-то становление христианство как такового это очень важный человек прямо невероятно важный человек шишка большая и он представитель вну в целом так скажем раннего христианства это еще до схоластики предвосхитил предвосхитил действительно предвосхитил и христианство и философии христианства августин очень влиятельный персонаж я ли кстати онтология это этическая хуйня про долг там же есть и нет там нету антология где антологии в своите антология нету слова антология а ну вот да он по моему это долго по-гречески как-то так донат а меня сосали 300 рублей ну наша два хули бля походу ускорять придется потому что типа это долго будет 24 минуты бля мы уеем ускорять надо определенно ну и что пишет максим предвосхитил развитие христианство и он креститель какую-нибудь еще какой-то хрен да их много было их просто было несколько ну и августин один из самых влиятельных тоже среди них все предвосхитил во многом предвосхитил не и друзья и никому не доначу больше тела часть позитивных и очень мощных идейных концептов христианства они пошли от святого августина во многом есть как он отсылался к другому христиан ну есть так и есть как а вот с оригином я здесь обосрался вроде как то есть васил когда к разбирал это видео он критиковал данный момент с оригином я обосрался это из головы честно взял мне просто вот странные такие концепты оригина напомнили во многом августина но августин сам по себе ну никто не ссылался напрямую на регена как я понял никто особо не любил не любил не любил не любил кредит на регена ссылаться потому что в общем то да его не любили в итоге здесь я косякнул здесь я признаю спасибо василу за то что указал на эту ошибку продолжаем но августина часто просто преподносит как такое начало платоновского крыла вообще до начала платоновского крыла христианстве такой есть 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 такой артиянской схоластики то есть там было было аристотелическое крыло было полутическое крыло насколько я знаю насколько я знаю аристотелическое крыло начало развиваться даже не в начале схоластического периода философии поэтому поэтому да но на тоновская вот но это одна из интерпретаций на самом деле в воде писем оригин считается эритиком хотя знаете заочно он повлиял на многих ну по крайней мере так пишут часто я здесь опять же не специалист на кого когда и где повлиял оригин вроде бы я где-то даже считал что на августина но но знаете но васил сказал мне аврелий августин этого не признавал ну и давайте оставим это так как сказал васил потому что ну здесь я явно василу проигрываю по вопросу в общем-то августина но безусловно даю имуальные концепт времени тоже в концепт около такой валют не концепт времени даже бертран рассел отмечал в истории за 1 философии что охуенную вы высповедили то есть это августина там там охуенно да и что ли это то есть семенами связанный не я просто цирки работы потому что много денег по пути на семенах можно трактовать в эволюционном ключе ну то есть вполне философские всякие мышления актуальные даже сейчас причем дело не в том что они актуальны потому что до сих пор существуют крюсы они актуальны до сих пор существует академической философии то есть вклад на мой взгляд несоизмеримый как бы улока его августина просто проблема заключается в том что практически у всех поздних мыслителей вклад должен быть несоизмерим с древними потому что но тут я не дело том что у них была возможность клад делать большой вклад делать и например у платона аристотеля такой колоссальный вклад буквально только по одной причине потому что тексты предшественников до нас не дошли а тексты уже последующих мыслителей они опираются на текста плат но это это имеет смысл и не согласен в общем и целом потому что у более поздних философов у них больше тем на которые они могут порассуждать да но эти темы частные и чаще всего вот эти вот самые мыслители поздние они опираются на предшественников а если не опираются но их быстро заговнят и в этом смысле получается что трудно очень трудно современному мыслителю совершенно вне традиции создавать что-то новое сразу там рассуждать на неограниченное число тем вот аристотель на какое число тем рассуждал вообще необъятное необъятная ширина тем на который рассуждал великий аристотель и даже самый такой не знаю самый как бы это сказать свободный на язык мыслитель современности дугин александр гелич по сравнению с аристотелем он унутсот 100 кого-то таком количестве тем говорит аристотель с рядом и дугин вот вот такое количество тем и аристотель и дугин и аристотель и дугин как бы еще Еще тут вопрос в том, сколько нового как бы создает этот самый Александр Гелич Дугин, тоже другой-то вопрос, непосредственно. Тем более исследования становятся все более узкими, все более специальными. Какие-нибудь мыслители начинают буквально специализироваться на областях и частных областях, понимаете? На частных областях, ну не знаю, Ник Лэнд, вроде бы, ну социальная философия, я не знаю, что у него там еще есть, вроде бы вот так вот. Чем дальше, тем уже специальность философа и тем на меньшее количество тем он высказывается сам по себе. Ну то есть я не знаю, не знаю, я здесь не очень согласен с маргиналом. Потому что просто... Ну тем стало больше, да, просто теперь один мыслитель вряд ли может рассуждать на такое количество тем. Ну мир каждого отдельного человека, он в более поздней эпохе, просто шире. Мир каждого отдельного обывателя может быть шире, обывателя. А вот философа, трудно сказать. За счет того, что более распространено... За сколько запилишь обзор на строках, я скоро увольняюсь, друзья, так что видеоматериал там уже не будет. ...канена письменность, за счет того, что более распространено книгопечатание и так далее. Вот, то есть... Ну опять же, тот же самый Камю, которого маргинал философом не считает, например, говорил о том, что книгопечатание наоборот подменяет чтение мышлением. Да нахер Камю, Шопенгауэр об этом же тоже говорил. И я здесь с ними согласен. Вместо того, чтобы мыслить как Аристотель, мыслить как, не знаю, какой-нибудь Эмпидокл, как Фалес, вместо того, чтобы реально мыслить, мы заменяем вот это вот мышление на начетничество. Все больше и больше читаем, копируем, и опять копируем, и копируем, и копируем. Я хочу полностью на стримы перейти, Дэн Дэнни. По-моему, неплохо. У людей больше сведений о мире в целом, и у них просто большее количество просто, вот просто вещей, про которые можно поговорить. Да, большее количество вещей, на которые можно поговорить. Но при этом фактически каждый какой-нибудь отдельный философ говорит на меньшее количество тем, чем какой-нибудь Аристотель, Платон, Квинский. Ну то есть мы не можем себе сейчас представить современного популярного мыслителя высокого уровня, который при этом бы касался большего количества тем, чем Платон и Аристотель. Ну вот нет таких, понимаете? Слотердайк. Вот Слотердайк, Слотердайк. Бадью там чуть-чуть побольше может быть. Не знаю, что там с Бадью, я плохо его читал, но, видимо, тоже меньше. И Аристотель, вот там и Платон тоже рядом, такие оп-оп. Тут еще вопрос, что они новое могли внести, понимаете? Что новое они вносят, разговаривая о чем-то вот этом вот, что нового? Что могли внести древние? Там, не знаю, огромный такой елдак против вот такого вот елдачка, какого-нибудь, что он вносит новые современные авторы. Тоже сравниваем. В том числе и философски поговорить. И далеко не все концепции, которые можно просто сидя у себя в комнате и взять и выдумать из головы, не опираясь ни на какие данные, могут как-то продуктивно быть экстраполированы, да, спроецированы на вещи, с которыми тот же самый философ никогда не сталкивался. Чики-бриггинг философия не наука. Ни в коем случае нельзя это сравнивать с наукой. У философии другое назначение, возможно. Да не, можно сравнить с наукой, потому что наука это одно из направлений философии, получается. Так-то. Ну, наука строится как раз на разграничения, на частностях в итоге. А философия может на них не строиться. Напоминаю, Аристотель считал, что у мухи восемь лапок. Плевать. Но он не видел мух. То есть это... Это не что-то, что его губит совершенно, да? Ну, это просто ошибка. Бывает. Да, или как-то шкварит его философия. Это просто симптом. То есть это симптом вот кругозора античного человека. А вдруг у античного... В античности у мух было восемь лапок? Откуда вы знаете? Вы видели мух античности, ребят, когда-нибудь в жизни? Я никогда не видел мух античности, честно вам скажу. А вдруг? Вдруг мы можем опираться на мнение Аристотеля и утверждать, что так и было до этого. У всех мух античности было восемь лапок, допустим. Я никогда не видел мух античности. Не знаю, почему маргинал думает, что мухи античности как-то отличались от современных. По-моему, это как-то странно. Может быть, те мухи античности с восемью лапками, они как бы вымерли уже, а Аристотель видел. Может быть, Аристотель увидел муху античности, мутанта с восемью лапками и сказал, «Ох, все, мух восемь лапок». Может, он вообще об этом не писал, потому что я не помню, кстати. Если философия не наука, то как ты стал кандидатом наук по философии? Потому что у меня, можно сказать, кандидат наук по истории философии. Тут большая разница между философией и историей философии. Вклад вот этих двоих колоссален в историю философии, и только поэтому. Если бы до нас дошли тексты, я не знаю, Гераклия, Парменида полным, там, не знаю, собрание с учениками Парменида было бы громадное, с доказательствами... Легко. Вклад Гегеля. Давайте посмотрим. Вот вклад какого-нибудь там протагора в философию, да, античного. Вклад протагора в философию, ну, то есть, все софисты, Мегарская школа, скептицизм идет из софистики. Позднее различные критические концепции, отчасти, наверное, не знаю, нидшанство. Также протагор через скептиков повлиял на, получается, современную феноменологию. Гегель, кстати, тоже повлиял на современную феноменологию. Ну и на постмодернизм. Постмодернизм это критические концепции, которые так или иначе восходят тоже к античности, потому что те самые замечательные постмодернисты повторяют критику античных скептиков, там, не знаю, софистов и так далее. А, блядь, про протагора, я про этого... Нет, я про протагора вроде бы. Да, я про... Блядь, я перепутал сейчас что-то. Что-то перепутал. Про минид, протагор, все, протагора, я про протагора. Вот Гегеля. Нихуя не античного философии. Ну, уж не рядом. А еще проблема заключается в том, что софисты повлияли на развитие поэзии, разрабатывали систематические риторические фигуры, в целом повлияли на развитие всего искусства, в целом, европейского. Здравствуйте, друзья, добро пожаловать в мир, который отчасти построили софисты, кстати. Ну, окей. Ну, то есть, по-моему, довольно странно. Ну, ладно. ...со всеми речениями и письмами. Вот это было бы, да. Мы бы, наверное, смогли разобрать Платона и Аристотеля на Атома и понять, что, ну, там ничего нового как такового и нет. Гераклит — это античный Джордж Карлин. То есть, ну, такой комедиант, можно даже сказать, сатирик. По сути дела. То есть, он философ с большой натяжкой. Чувак, который постоянно плакал, был Джорджем Карлином античности. Окей. Очень смешно. По сути, основатель диалектики. Как ни странно. Как ни странно, его считают основателем диалектики. Гераклит... В итоге, учение Гераклита так или иначе проходит через... Платонизм с его диалектикой. Через Платонизм дальше мы уже удаляемся к замечательному Канту с его антиномиями потрясающими. Потом Фихты, я-не-я. Потом Шеллинг и Гегель с их диалектикой. Например, влияние на философию. И также Гераклит повлиял на Ницше, а Ницше повлиял на постмодернизм. И влияние Гераклита в этом смысле, ну, прям колоссальное. Ну, да ладно. Парменид писал стихи длинные поэ... Длинную поэму он написал, где ему... Охуенно тему. Прям супер наркотическая тему. То есть, поэму Парменида о природе, по-моему, замечательное произведение искусства. Богиня рассказывает какие-то секреты. Да, да, богиня Ананке вроде, да, Ананке. То есть, необходимость. И он у нее спрашивает. Это круто, это круто. Вот это и есть свобода мыслия, по сути. Это и есть, по сути, философия. Это и есть люди, которые умели мыслить открыто, разными способами, разными методами, на разных языках, с помощью разных, там, не знаю, создавали разные, по сути, дискурсы. Это и есть философия. Это не ебнутая логика, в которой там задроты сидят, жирные, такие тупые, не знаю. О, ну, блин, если Сократ там человек, а все люди смертны, то Сократ умирает. О, ну, то есть, вот это игра слов, как бы, тупая. А есть чистая философия, которая создает продуктивно, Таларит из ничего, миры, культуры. Как это делали Парменид, как это делал Гераклит, как это делали другие крутые древние мыслители. Ладно, меня занесло. Это мироздание. То есть, это, ну... Ну, тогда Хавамол, да, Речи Высокого, это тогда тоже, блядь, философия охуевшая. Ну, на самом деле, многое философия, просто на самом деле. Тебя в дом, осмотрись. А этот Гомер тогда тоже философ, кстати. Ну, нет, тогда нет, потому что Гомер не высказывает. Хотя высказывает, отчасти философские высказывания. Тебя здесь это делает. У Гомера... У Гомера, не знаю, как его воспринимают греки, тут еще важно понимать. Гомера можно воспринимать как философа. Но Гесиода лучше воспринимать как философа Гесиода, в этом смысле. Потому что у Гесиода в поэзии, в стихах, Теогония есть. И в Теогонии нам предлагается картина полноценная мира. Где из хаоса появляется гея, уран и прочие... Нет, уран попозже появляется. Геи и три дуги субстанции крутые, там, не знаю, из которых порождается весь остальной мир. То есть Гесиода я вполне считаю себе философом полноценным. Гомера сложнее читать философом, потому что у него сюжет. У него основа его произведений это сюжет. Он не прописывает картину мира, он не прописывает Теогонию, он не прописывает даже, не знаю, там, Войну Богов тоже не особо прописывает. У него довольно-таки мясничковые сюжетики про каких-то частных героев, типа Ахиллеса, типа Одиссея, ну то есть даже не про Геракла как. Даже не про Геракла, ну че, что. Это полноценный, это просто эпос. Это эпос. Там философских мыслей, они есть там, но с Гесиодом проще. Гесиода проще назвать философом в данном случае. Не Симпсон, а который Илиаду и Одиссею написал. Че, че, не философ. Гесиод точно. Гесиод философ. Вообще, кстати, без проблем. Если бы был гигантский философ, я даже думаю. Вполне возможно. Я объясню, я бы подумал еще. А так, на августе. Ну, августе, с выбором согласен. Марк Аврелий или Ницше? Ну вот у Марк Аврелий, это, конечно, яркий персонаж очень в целом. Да, то есть, философ-император, да. Вроде бы император, а вроде бы и философ. Да, ничего про него можно сказать, как про философа. Но только то, что он формально относился к шторушке школи слойков, да. В общем-то, не очень интересно, мне сложно сказать. Но он этикой занимался. То есть, да, чувак просто этикой задевался. Ницше, с другой стороны, тоже во многом занимался именно этикой. Представить? Ну, спорно вообще. Даже если мы не признаем наличие у Ницше метафизического какого-то своего учения. Не, ну просто у Ницше большая часть афоризмов посвящена этической проблематике. Не только занимался этикой, но большая часть афоризмов посвящена так или иначе этической проблематике, и поэтому мы как-то можем их даже соотносить во многом. Я, кстати, на стороне Ницше скорее. То есть, да, достаточно. Приветствую, Матвей. Ну нет, в Ницше много написано про эпистемологию. Да, ну, кстати, про эпистемологию много ли? Критика Канта, критика логики, критика истины, истории. Да, есть, безусловно, но все равно в большей степени занимался этикой. Много написано так, Лена. Я согласен, я на стороне Ницше, Ницше многообразный философий. Про историю философии. Да, конечно, не только. То есть, у него своя, как минимум, философия истории. Это отдельный раздел. Есть. Есть. То есть, ну нет, там не только этика. Но этика превалирует. Об этом я и говорил. И его этика, это скорее метаэтика, ненормативная этика. Вот тут трудно, потому что его этика, по сути, имеет, имеет, имеет и некоторые, знаете... Ну, в общем, встает в оппозицию христианской этики. Постоянно. Поэтому сказать, что это чистой воды метаэтика, ну, можно плюс-минус, можно плюс-минус, но скорее нет. Так что, не, я не считаю. Я, я тут... Не, здесь выбор понятен, конечно, Ницше. Ну, то есть... Вот здесь особо... Здесь надо просто дослушать было, что я скажу дальше. Я сам с собой согласен, так сказать. Ну, я здесь тоже с маргиналом согласен, Ницше круче Марк Авреля. Потому что предыдущие несколько пунктов были еще там, можно было бы поспорить. Ну, а тут, ну, бля, Марк Авреля и прикольный, конечно, дядя. Вклад в философию у него... Не, маргинал, вот здесь все норм. Ну, не то, что дослушивая из даты. Вклад, вклад Ницше в философию несоизмеримо больше. Абсолютно согласен. Ну, да, Абсолютно согласен. Абсолютно согласен, да. Человека, ну, вся академического философа, на которого... Ну, Ницше интереснее, в любом случае, Коля, что ли? Марк Аврелей повлиял, значит, именно как философ. А как же, Олег Циндровский, а? Олег Циндровский, кандидат философских наук, я знаю. Администратор паблика философии и другого паблика философии. А как же Волк из тиктока, блядь? По-моему, Марк Авреля охуенно повлиял на Волка, который в цирке не выступает, блядь. А-а-а, блядь. Тука, блядь, падла, блядь. Ну, это шутка, блядь. А как же Ревбач? А-а-а. На Ревбач, правда, Гераклит больше повлиялся. Спасибо. Так, неправильно написан Эпифагор или Фихте. Ну, Фихте, как известно, из 300 бакс, блядь. Значит, Фихте, какая-то хуйня, немецкий идеализм. Фихте практически родоначальник немецкого идеализма в том плане, что... Ну, родоначальник Канта. Что... Ну, Кант не совсем идеалист, так скажем. И философия... Хорошо, согласен. Ну, это реально под цитаты можно делать. Опять же, я здесь раскрою свою позицию по Кантам, там всяким. Кант действительно называл себя трансцендентальным идеалистом. Просто идеализм Канта радикально отличается от идеализма Фихте, Шеллинга и Гегеля. Хотя Фихте, Шеллинг и Гегель все втроем так или иначе отсылались Канту. Критиковали его часто. Ну, то есть, разбирали его позиции. Плюс ко всему, Кант так или иначе включает в свою позицию эмпиризм. Он его обсуждает, он с ним работает. То есть, для него эмпирические, в общем-то, не знаю, исследования не являются тупо пустыми. Поэтому, поэтому... Да я просто держу руку, ребята, и у него есть не суха. Мне просто за что держаться надо. Так вот. Ну, вот, вот. Позиция у меня такая. С Кантом трудно. С Кантом трудно, потому что он исключительный такой идеалист. Своеобразный исключительный идеалист. Если мы, опять же, опять же, возвращаемся к нашим любимым, замечательным, крутым эмпирикам, идеалистам, опять же, нового времени. Вот там у нас разделение было. Вот у нас те, кто верят в априорные суждения. Априорные, да? Априорные, да, получается. Тот, кто верит в априорные суждения, у нас получается, в общем-то, идеалист. А тот, кто не верит, эмпирик. Такое довольно странное деление, но мне оно не нравится в целом. Мне не нравятся такие вот простые деления. Тем более с идеализмом все куда сложнее. У идеализма куда больше определений. И мы здесь можем поспорить, являлся ли Кант в сущности идеалистом или нет. Потому что определений идеализма несколько. Продолжаем. Это в целом, особенно критика чистого разума, это не идеалистический проект. Это антиидеалистический проект. Да, у Канта есть свои загоны по религии. Ну, антиидеалистический-то интересно. Ну, я согласен. Хотя, понимаете, в чем дело? В чем дело с критическим... Ну, с критикой, в общем-то, чистого разума Канта. Когда мы берем разделение на объективный идеализм, субъективный идеализм, Кант как бы критикует обе позиции с точки зрения их познания чистым разумом. Чистым разумом познать их крайне трудно. Ну, Кант предвосхитил немецкий идеализм, да. Да. Будет еще ответ от Марго, не знаю. Окей, я это пропущу, мимо ушей. Ну, да, во многом это действительно не идеалистический проект. Ну, то есть у него есть жесткая, как бы, критика идеалистов. Вообще и предшественников Канта, получается, и уже тех, кто были после. И у многих идеалистов по типу, не знаю, Гегеля, просто жопа горела от Канта. Вот один из самых знаменитых идеалистов в мире это Гегель. И у него жопа горела от Канта. Очень сильно, хотела, в общем-то, его так или иначе опровернуть гребаного Канта. Ну, и попытки этого есть в науке логики. Поэтому о том, какой Кант идеалист, мы можем в разных смыслах рассуждать по-разному. Ну, поэтому я здесь как бы тоже могу разные тоже свои концепты делать. Канта, он больше притеча немецкого идеализма, причем он и притеча современника одновременно. Да-да-да-да-да, так и есть. Поэтому его очень легко туда вписать. Можно, можно вписать. Потому что он сам себя называл трансцендентальным идеалистом. Ну, тут вопрос, к какому определению идеализма мы тяготеем в данном случае. Если мы не тяготеем к тому определению, который давал к идеализму Кант, его можно не относить к идеализму. И даже назвать его противником идеализма. И да, у Канта... Ну, вообще принято считать, что вот четыре столпа. Спор о Тайлерах с Гегелем, кстати, чем закончился? Ну, какой спор о Тайлерах? Так, Тайлеры были в критике чистого разума, Илья. Классе Гегель был позже. Типического немецкого идеализма это Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель. Верно. То есть вот четыре. Фихте. Их было четверо, четыре пацана. Да, были. Потом совки туда Фейербаха добавили, потому что совки тупые, блядь. Какой в пизду Фейербаха. Ну, Фейербах просто, да, ученик Гегелем. Ну, да, да. Просто совкам, ну, не совкам, а коммунистам нужен был переход от Маркса... Ой. Переход от Гегеля к Марксу. Вот так. Родоначальник, начальник рода. Ну, ребят, там очень маленький шрифт. Я не могу смотреть. Слишком далеко. Наличие внутренних каких-то вот, внутреннего вот свойства нашего человеческого бытья нравственным. Оно внутри, оно существует. У нас такая вещь в себе открыта. Да, Кантпус. Да, мы, я, очевидно, ну, то есть из предыдущих пунктов, очевидно, что я по влиянию оцениваю этих философов, да. То есть Фейхт, да, на кого-то повлиял, он нам подарил нацистов в итоге. Отчасти согласен, речи к нации... Да, там есть немножко такого. Есть, есть, согласен. Сейчас будет про 4 стихии. Поехали. Пизда, какой великий человек. Ну, Фейхте довольно-таки великий человек, потому что Фейхте подарил нам Шеллинге и Гегеля. А Шеллинге и Гегель подарили нам коммунизм. Ладно, Гегель подарил нам коммунизм через Маркса и так далее, и так далее. Ну, Фейхте просто, можно сказать, учитель Шеллинга и Гегеля, поэтому норм. А вот Пифагор, он повлиял на всех. Да, как и практически все древние мыслители. Опять же, Маргинал, возвращаемся к твоей критике, не знаю, Парменида, Протагора, Гераклита. А сколько текстов Пифагора ты читал? Сколько текстов Пифагора конкретно ты читал? Ты можешь взять книги Фейхта, прочитать их, узнать, какие там интересные цитаты Волка или не цитаты Волка Пифагора ты прочитать не можешь. Ты знаешь о Пифагоре в лучшем случае из пересказов Платона, там чуть-чуть есть, и Аристотеля, у Аристотеля уже побольше. Кстати, современные исследователи говорят, что пересказы Аристотеля довольно херовые. То есть, он не понял теорию чисел пифагорейцев и изложил ее довольно-таки по-своему. Так вот, чем Пифагор отличается от Гераклита и Парменида? А, ну ладно, от Парменида он отличается тем, что, в общем-то, до нас дошла часть поэмы Парменида, и мы можем почитать клевые стихи, да? А вдруг у Парменида было что-то еще? Напоминаю, что есть диалог Платона Парменида, где выражается позиция Парменида, и она выражается там настолько круто, что Сократ как бы сосет Бибу. За всю историю диалогов мало кто проигрывает, мало кому проигрывает Сократ, мало кому, но Пармениду и Зенону Сократ проигрывает. И сам признает это поражение, хотя это еще молодой Сократ, молодой Сократ, там он в конце сдается. У нас есть полная такая, полная развертка идей Парменида у Платона, полная, абсолютно полная. А Пифагоре у нас такого ничего нет. Как бы, как бы, хотелось бы, в общем-то, да, вам подкинуть ваши же аргументы, которые вы использовали немножко раньше, товарищ Анатолий, и сказать, что вы как-то немножко противоречия опять впали. В принципе, он, бля, математику создал, да? Ну, плюс-минус. Ну, если он вообще существовал, да? Именно. Если он вообще существовал. С такой, с поправкой на то, что... Теоретическую математику. Не всю математику, а теоретическую математику, видимо, создал Пифагор. Наверное. Есть основания полагать. Пифагор и его ученики. Если вот в такой оговорке, прям вот норм. Да, похоже на то, похоже на то. Допустим, Пифагор был на самом деле. Допустим, вот то, что ему приписывается, действительно он сделал. Ну, я согласен, что здесь надо выбирать Пифагора, как бы. Опять маргинал не досушил до конца. Ну, может дальше. Иначе можно до любой хуйни так пиздецать. Ну, пока он не ругается на меня матом, и мы ведем такую вроде бы культурную заочную беседу, меня все устраивает. Пока вполне себе я с ним согласен, и с удовольствием я гадну. То есть, беседовать с ним вот так вполне себе так приятно. Ладно, смотрим. Как бы, ну, Пифагор, конечно, гораздо более великий. Ну, вообще без вопросов. У меня большая формулировка фихта как бы смущает. Именно формулировка по отношению к фихте меня больше всего смущает. Гребадый фихт. Никто. Ничтожество прям вообще. Ну, честно, да. Я, на самом деле, наверное, соглашусь с тем, что фихте... Самый непопулярный персонаж из Великой Четверки. Кант, фихты, Шеллинг и Гегель. Наверное, самый непопулярный. Но при этом фихта повлиял на Шеллинге и Гегеля, и впоследствии те, на кого повлияли Шеллинг и Гегель, ну, по сути, они в том числе испытали влияние фихты. Просто вот автоматически. Дал нам все. То есть, он дал нам сведение качеств к количествам. То есть, ну... Это вообще все, в принципе. То есть, это не только вся математика, это вся наука. Блять, вообще. Ну, здесь не очень хорошее суждение про всю науку. Не боишься, что маргинал тебя отпиздит и скачалочка уходит? Боюсь. Тут... ...какулируют о вещах себе, при том, мы с этими вещами себе очень много проблем. Вот как только фихты выводят все это на рельсы субъективного идеализма. Он одновременно совмещает идеализм и критику Канта. Вот чем крут фихты, как бы. И он один из первых демонстрирует нам... Ну, то есть, фихты, он реально клевый. Относительно Пифагора нет, но он клевый. Он просто клевый. Рекомендую его прочитать. Не речи, правда, к немецкой нации. Речи к немецкой нации не читайте, потому что мы не одобряем нацизм. Мы не одобряем свастики. И Зиги не одобряем. И фихты мы тоже, вот этот текст его не одобряем. А вот некоторые его работы, посвященные прежде всего наукоучению... Кстати, фихты один из немногих... Не то чтобы из немногих. Так вот, один из многих, один из многих, но один из ранних персонажей, которые пытались свести философию к науке. Сделать полноценное наукоучение. То есть, потом стремление Гегеля сделать из философии науку. Потом еще и стремление замечательного, потрясающего Гусселя сделать из философии науку. Это восходит фихты тоже. Это восхитительно, но как бы... Я здесь не против того, что Маргинал выбирает Пифагора. Я бы сам выбрал Пифагора. Я и сам его выбрал. У меня вообще древние прошли, все почти вперед. Далеко вперед ушли. Ладно. Пусть хит собаку ебет, а мы Пифагора не переплюнуть. Конечно, не переплюнуть. Я про формулировки о том, что гребаный идеалист... Мне тут просто незачем абсолютно было вспоминать, как бы, именно в чем состояла философия Фихта. Я, наверное, и не вспомнил бы, потому что я совершенно не интересует классический немецкий идеализм. Но даже если бы я мог вспомнить, все равно какая разница, он против Пифагора здесь. Ну, так бы и сказал, просто, не знаю, фиг-то норм, но Пифагор, это Пифагор, как бы, ну, все. Пифагор, это величина. Благо, что такое 0,37,75? Я не понимаю, что за цифры сегодня какие-то идут. Блядь, а Пифагор придумал математику, ну, типа, кого? Даже не рядом, опять. Относительно того, что Пифагор придумал математику, а лишь приветствую. Не забывайте, друзья, заказывайте видео, если что. Так, относительно того, что Пифагор придумал математику, немножко неправильно так говорит. Пифагор... Простите, у меня тут кое-что поехало, я продолжаю говорить с вами, друзья, и чинить свет. Так вот, Пифагор придумал далеко не всю математику, но Пифагор придумал ту математику, которой мы пользуемся. Что там с плагой происходит? Он с ума сходишь, что ли? Я не понимаю, зачем цифры? Ну да, математика... Ну да, но измерение тоже как бы часть математики может быть. То есть есть такая практическая математика, а есть уже теоретическая, когда мы математизируем ради математизации. То есть когда у нас математика ради самой математики, числа ради чисел. До Пифагора все задачи решались методом подбора. Да, согласен, согласен. Вот в этом различие практической математики от теоретической. Просто практическая она на самом деле была немножко раньше. Ну просто чтобы у людей было представление. Ну да. Так что Пифагор придумал математику. Теоретическую. Если он существовал. Да. Если он существовал, теоретическую математику он придумал. А то, что можно измерять какие-то вещи. Там, не знаю, вот так вот измерять, знаете, ну окей, можно. Кстати, я не вполне, ну не то чтобы не вполне уверен. Есть основания полагать, что Пифагор не придумывал само решение задач. Может быть это Фаля сделал, кстати. То есть ходят слухи, ходят слухи, что теорема Фалеса решил сам Фалес. Первый. Поэтому она так и называется. Не знаю слухи это или не слухи, но вполне возможно. Математика, чистая математика, позволяющая, в общем-то, непосредственно... Друзья, что происходит? Что, 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 что делается, что с флагом происходит? Бля. У вас ошел, что так? Пали, блин. Ладно. Пифагор не совсем изобрел математику так. Ну, блядь, я общаюсь с шатом, сорян, как бы. Ну, ты любишь, то есть до Пифагора очень много считали. Так или иначе. Ну, считали, измеряли, много чего делали, поэтому он не придумал не всю математику. Мне интересно, кто вообще придумал математику как счет, как измерение, как использование денег каких-то. Это же тоже, по-моему, интересно. Ну, то есть мне реально интересно, кто ее прям вообще придумал. Ведь у животных ее, наверное, все-таки нет. Наверное, нет. А вот кто из людей ее когда-то придумал, когда это произошло? Нет, Эмпидокла еще не прошли, еще обои твили. Считать не есть математика. Ну, еще счет. Считать количество... Определение каких-либо количественных показателей или определение количества однородных объектов. Счет в экономике тоже есть. Учетная запись, счет в булгарском и счете, счет, счет, счет. Ладно, давайте определение математики посмотрим. Ну, просто, чтобы было. Математика. Наука об отношениях между объектами, о которых ничего не известно, кроме описывающих их некоторых свойств. Именно тех... Хуёвое определение математики здесь! Блин, нет, я не аргументов, я узнаю сейчас. Исторически сложилось на основе операции подсчета изменения описания формы объектов. Блин, описание говно просто. Ладно. Ладно, 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 поехали дальше. Стопами. И стопы эти надо было отсчитывать. Тоже, так и срабренно, и практическая математика. Стопы, локти. Майлинг очень недооцененный философ, конечно. Значит, влезпоскаль. Кстати, про майлинг я почти ничего не знаю. Паскаль, именно как философ. Паскаль, именно как философ. Я пытаюсь придумывать, пытаюсь вспомнить, а про что Паскаль был как философ. Пари Паскаль, комбинаторика христианства. Ну, Пари Паскаль... Ну, я согласен, что Паскаль хирург. Но для христианской философии норм. Пари Паскаль, вот за Пари Паскаль я вообще исключил из спины. Согласен, потому что оно хуёвое, как бы. Парри Паскаль, более дегенеративные хуеты, чем Пари Паскаль. Согласен. Кстати, абсолютно согласен, аргумент очень слабый, как бы. Парри Паскаль, в основном довольно сильное, ну... Придумать невозможно. Он в то время жил, когда это было просто нормально. Ну, то есть, да, вот так вот, да. Бывает, бывает, да. Чё он придумал? Ну, как философ именно. Ну, Паскаль не системный мыслитель. Ну, по-нассольку я знаю, у него система таковой динам. Парри Паскаль, про майлинг, про гиганштанс-теори, я помню, я ее читал. Опа! Опачки, вот, сейчас, смотрите. Сейчас маргинал резко переметнется. Вот Пифагор был крутой, а Эмпидокл станет говном внезапно. Ну, Эмпидокл это, как бы, оккультный такой досократический какой-то хуй, который с горы сбросился, короче, в экстадии. Вулкан. Вулкан бросился, если что. А Лебницу, блядь, это Лебница. Да, кто такой Эмпидокл? Это первый из греков, первый из мыслителей греков, первый из философов, который совместил вместе сразу четыре стихии. Потом стихийный дискурс уже распространился. Охуенно. Охуенно, да. Это охуенно. Это охуенно, на этом физика строится. Как бы. Это персонаж уровня Пифагора. Это персонаж уровня Пифагора? Может даже и выше. Влияние стихийного дискурса непосредственно на европейскую культуру крайне велико. Я рад за то, что он соединил четыре стихии, а, блядь, мегазорда он собрал при этом, интересно. Лебниц собрал. Проблема заключается в том, что понимание мира через четыре стихии, это понимание совершенно отличное от того, что было до этого. От понимания через одну какую-то стихию. Каждая стихия как некое воображаемое свойство мира. Это же круто. Ну, то есть, это круто. Ну, например, представить мир как воду. Что из этого у нас может получиться, как воду? Оперон какой-нибудь. Что-то разлитое по всему пространству. Из этого вырастают концепции материи, слитой, типа, не знаю, то есть единой, единой материи, которая не разъединяется на атомы. Вот она такая вся, вот такая, вот знаете, крутая-крутая материя. Так вот, слитая материя у кого была? У Кортезии. Эпидокл? Ну, не эмпидокл сам повлиял на Кортезии, а стихийный дискурс на него повлиял. Оперон. А с другой стороны, атомы. Эпидокл предложил атомарное деление. Это один из первых атомарных мыслителей, который представлял стихии как атомы. Нет, друзья, вы просто не особо, видимо, понимаете, что вот эта вот вся стихийная байда в античной философии, она прям очень важная. Она прям очень важная. Она позволяет формулировать мышление, она позволяет погружать свое мышление в определенные стихии, и через эти стихии, условно говоря, воспринимать мир, воображать мир, взаимодействовать с миром, получается. И объединение четырех стихий, то есть четырех, можно сказать, модусов восприятия и воображения бытия, это сильно. И не просто так это заимствуется потом Платоном, Аристотелем, не просто так это потом в христианство переходит, а не просто так, не знаю, все гребаные мистики, астрологи, хирологи, так или иначе дрочат на вот эти вот четыре стихии, а иногда на пять еще эфир добавляют. Это просто реально высокий уровень. Кстати, благодаря Эмпидоклу у нас появился мультик Аватар, в том числе, как видите, ну там плюс-минус, конечно. С учетом того, что стихии это уже выделены из окружающего мира, засунуть их обратно в единую схему не кажется таким уж открытием. Максим, понимаете, в чем дело? А почему стихии всего четыре? Вы же не знаете, да? Я тоже не знаю, никто не знает. Нет. Четыре модуса воображения, можно сказать. Четыре модуса, с помощью которых можно воображать, представлять себе мир. Но их может быть больше, значительно больше. Они могут работать по-разному. Каждый модус подразумевает определенную описательную систему, определенные законы, определенные правила. У Аристотеля, поэтому было несколько правил движения, потому что было четыре стихии. Несколько возможных способов движения там материи, отношения, взаимодействия какого-то. Четыре материи разного качества. Ну вот у того же, не знаю, Анаксагора мы встречаем систему, в которой бесконечное множество стихий. То есть у каждой гомеомерии свои качества, получается. Свои качества, своя мощь, своя своеобразность, получается. Ты понимаете, Максим, в чем дело? Это и есть четыре уровня бытия. Просто Эмпидокл выделил их не столько из мира, сколько, скорее всего, из мифологии. И у предыдущих мыслителей тоже взял. Потому что в мифологии все боги делятся тоже на стихии, как ни странно. В любом случае, философски изобразить стихийный дискурс, это круто. Это было сильно. И это очень сильно повлияло на развитие философии. Большая разница. Эмпидокл, судя по всему, невероятно повлиял на историю философии, на строение нашего стихийного дискурса. Да, да, да. И повлиял не просто на вот это вот все, он еще повлиял на грядущую физику. Агрегатное состояние у нас до сих пор, так или иначе, связанное со стихиями. Именно с этими четырьмя стихиями. Ну, Лебнис, конечно, тоже крутой, но здесь я бы выбрал Эмпидокла просто. Без претензий к маргиналу. Да. Последний заклинатель воздуха. Проблема маргинала сейчас, опять же, заключается в том, что, ну, за Пифагором он признал невероятное свойство, там, качество. Хотя я бы текстов не читал. А вот за Эмпидоклом не признает. Хотя ситуация абсолютно одинаковая. Про Монады объяснить? Блядь, ну, типа... Это не мое место объяснять про Монады. Потому что Монады хуя довольно сложно. Разве тексты Эмпидокла сохранились по текстам об Эмпидокле? Лучше так сказать. По древним источникам. Ну, а про Монады... Хер знает, какие странные духовно-душевные объекты, которые при этом совмещают в себе и духовность, и атомарность. Есть самая главная Монада-бог, который их уничтожает и создает. Никто, кроме божественной Монады, не может уничтожать и создавать эти самые Монады. То есть, другого вот нет. У них есть восприятие, у них есть ощущение. У них есть вообще разные уровни качества. То есть, ну, у каждой Монады, даже у любой физической Монады, есть свойство что-то воспринимать. В любом случае. У высокоуровневых Монад есть более сложные свойства. То есть, Монады, да, это вроде бы единичка одновременно, вроде бы и математический концепт с одной стороны, а с другой стороны и атомарный. То есть, это интересная штука, которая совмещает в себе, ну, очень много всего. По крайней мере, я так это понимаю. Может, я не прав. Я давно не пересчитывал Монадологию, честно скажу. То есть, она поэтому, в общем-то, не укоренилась в философском. Да, она сложная. Ну, то есть, она очень сложная. В дискуссии особо. То есть, представьте, что у каждого атома есть как минимум восприятие, а у сложных атомов, так скажем, есть еще более сложные вещи. Кстати, вы знаете, в чем еще проблема? Если бы не было Эмпидокла, скорее всего, не было бы Лемницы с Монадологией. Еще один аргумент, который Маргинал будет очень часто применять на протяжении всего просмотра данного видео своего. Ну, 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 без этого чувака не было бы этого чувака. Без Эмпидокла не было и Болемница. Все. До свидания. Ну, типа, ну, Монада это такая мельчайшая частица всего, в принципе, она не представляет из себя ни материю, как бы ни идею. Да, там сложно с ней, да, именно. Ни материя, ни идея, может даже соглашусь. Ну, не представляют из себя, скажем, какие-то возможности, блядь. Они, как в Тетрисе, собираются вместе, и за счет того, что они собираются вместе, они, как бы, конкурируют все друг с другом, да, то есть, вот, эти конкуренты... А, кстати, друзья, как вариант, можете заказать Монадологию, мы ее прочитаем на каком-нибудь стриме, по-моему, тема интересная. Нации, Монад, они, как бы, конкурируют друг с другом. Те, которые побеждают, они из возможных становятся, из возможного становятся действительным и так далее. Ну, блядь. Я не смогу это объяснить. Почитай Монадологию Лейбниц, это вот такая вот книжка. Ну, да, да, да. Очень маленькая. Монад этой вероятности, кстати, я не помню, вот здесь я не помню. На хуйня. Просто сам возьми, прочитай. Ну, Лейбниц работал с темой модальности и, соответственно, работал с темами вероятного, возможного, необходимого, поэтому вполне возможно там что-то такое было. Ну, просто я Монадологию быстро пролетел, когда читал философский текст, она тем более маленькая, и я такой думаю, о, ничего себе, какая интересная штука. Она была интересная, но она реально плохо запоминается. Ну, типа, это сейчас, ну, блядь, Рабинович напел Карузо, короче, лучше прочитай саму Монадологию. Очень маленькая хуйня, очень маленькая. Ну, ты охережь, чувак, да. Ну, совсем всего нихуя читать. Вот, и, собственно, и все. А больше про это особо никто и не писал. Так, Мартелл, 100 рублей, объясни лучше про Хламиды Мадады. А-а-а-а-а-а-а-а. Да. А как же заебало общаться с чатом, типа, знаете. Тамах они вроде изданы. Это, 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 фу, про Хламиды Манады. Я Мегало-Батрахус, может быть. Мегало-Батрахаемся, а-а-а-а. Так, ладно, идём дальше. Так, подробно, примечательно и хорошо. Автор действительно любит предметам, много правды, воды, посвящённой тому, какая интересная философия замечательная, но это того стоит. Учебник хороший. И учебник Фэнь Юлани Краткая история китайской философии. Замечательный короткий лаконичный учебник, в котором уместилась значительная часть истории китайской философии. Остальное читайте там, не знаю, по желанию, там Дэн Дэн Кар, есть что-то про Индию, еще что-то, много-много всего, но с этого я советую начать. Ну, понимаете, в чем дело? С Эмпидоклом, в принципе, он один из первых перешел в атомизм, так скажем. Его стихии атомарны. В отличие от там Апейронов всяких до этого, там воздух, огонь, там вот это все, вот огонь, воздух, они были разлиты по миру и неразделены. И вода тоже полезная. Они были едины сами в себе, то есть они были вообще нераздельны, вообще никак. Потом пришел Эмпидокл и принес нам атомизм. А потом, в общем-то, пришел Демокрит и этот атомизм лишил стихийных таких свойств по большей части. Хотя у него атомы тоже стихийные бывают, да, так что не то, чтобы сильно лишил даже. Ну да ладно. Ладно. Эмпидокл очень большая фигура философии античной. А, по видео сразу, да, 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 стример не хочет пройти этот тест, но если закажете, я с удовольствием пройду. Как минимум он монодологию написал. Ну, монодология, с одной стороны, монодология... Ну, минимум он написал монодологию, но я не объясню вам сейчас, что там в ней написано. Я нихуя не помню. Слишком сложный концепт, как бы. Слишком сложно, поэтому не прижилось. Ну, монодология типа охуенная, а вот стихи говно, как бы. Лекс Дизайн пишет, ну, стихи и хуйня согласен с Марго, атомизм норм. Так проблема в том и заключается, что стихи и у него и есть атомарные сущности. Плюс ко всему, Эмпидокл впервые сформулировал концепты притяжения и оттяжения, так скажем, притяжения и отталкивания в мире через концепты любовь и ненависть. Любовь? Любовь. Любовь. Выраженное словом филия. Что значит филия в греческом языке? Там четыре типа любви. Филия это вот как бы стремление к чему-то, это быть рядом с чем-то. Можно быть филия друг к другу своему, быть с другом. Я хочу быть рядом с другом. Хочу быть рядом с другом. Филия. Хочу быть рядом там с Сократом. Тоже филия. Хочу быть рядом с вами. Это тоже филия получается. Притяжение. Желание приблизиться. Любовь. Вот она. Любовь у Эмпидокла. Вот что переводится словом любовь. И есть ненависть или раздор. Синоним раздор. Раздор более правильно. Раздор разъединения. То, что заставляет разъединяться стихии и материи. Понимаете? Эмпидокл опять же повлиял на физику. На развитие физики. Возможно на развитие классической физики, которую мы сейчас в школе изучаем. Конечно же чмошник. Ничтожный. Вообще ни о чем. Ну ладно. Там был какой-то... Что-то за 10 рублей мне прислали. Сейчас давайте посмотрим. Роман спрашивает. Здравствуйте. Что вы можете сказать про китайскую книгу перемен? Гадали ли вы по ней? Не гадал. Но книжка гениальная. Очень мощная. Там комбинаторика, которая в общем-то выходит в значение 64. 64 возможных ситуаций. 64 возможных разрешения тех или иных событий. Очень клево. Гена Великолепный спрашивает. Вражда. Да. Вражда, раздор, ненависть. Обычно ненависть переводит. Иногда вражда, иногда раздор. Но раздор кажется более такой вот... Мы лучше представляем себе слово раздор. С одной стороны филия, стремление объединения. Вот такое вот устремление друг к другу. А с другой стороны раздор, наоборот, разъединение. Вух! Расходится. По-моему, это было клево. Ну, то есть, это было настолько клево, что... Согласен. Ну, блядь, ебаный эмпидокл, который повлиял на всех. Эмпидокл, который повлиял на всех. Против Лебницы, который, ну... Ладно, Лебниц тоже много на кого повлиял, но своей монодологии мало все-таки. Монодология не зашла. У него есть другие, в общем-то, работы, которые повлияли много на кого. Лебниц, великая фигура, тоже в философии. Но эмпидокл сейчас находит... Должен находиться на тех же самых позициях, что и Пифагор где-то. Плюс-минус. Ну, ладно. Я здесь, конечно, совру, что ни на кого не повлияло, но... Все-таки. Все-таки. Да, по-западу, Коплстоун. Ну, то есть, классика Коплстоун. А эмпидокл — это стихийный дискурс. Стихийный дискурс до эпохи Возрождения, вплоть вот с Греции до эпохи Возрождения. Ну, то есть, на самом деле, про древних можно тупо накидывать просто вот так вот. Накидывать, накидывать, накидывать и... Возрождение в натур-философии — это топ. Вот, то есть, дискурс эмпидокла, он и у Аристотеля, он и у Платона, отчасти имеется. Он и в христианстве присутствует. И... Да. ...в уже присутствует в алхимии. Ну, в христианской философии. ...присутствует в ранней натур-философии, ну, в Возрождении, например, у Телезио. Да. Сколько надо задонатить на тест? Ну, не знаю, друзья, не знаю. Сейчас Нарго засмеется, сколько я попрошу. Чувак соединил четыре стихии. Охуенно. Ну, я объяснил, почему это важно. Философия волка в массы. Нет, это просто важно. Это было реально очень важно. Я объяснил, почему. ...вы дешевле можно. Рубля 300 хотя бы задонатить, и я его пройду. Так. Там еще много. Заказали 24 минуты. В Паскале нету каких-то вопросов, типа, а что этот человек для философии сделал? Ну, по сравнению с Паскалем, конечно, может быть, но по сравнению с Эмпидоклом, простите. Спростите, но это Эмпидокл. Это как бы Эмпидокл, лом. Ну, то есть Левниц тоже хорош. Но Левниц, во-первых, христианин, отчасти, во многом христианин. И вот Эдицея, ну, это христианская философия. Во-вторых, конечно, он великий естественный испытатель, великий мыть им. Ну, как видите, друзья, если это Марго тоже закажут, то у нас получится диалог такой. Ну, чувак придумал высшую математику, как бы. Ну, так... Нет, ну, не похуй, да похуй, конечно. Как это к философии относятся... Как мы часто отоперируем, от анализа философии. Ну, может быть, в аналитической оперируем, но обычно как-то не очень бывает. Потом это присвоил Ньютон. Это тоже влияние на философию. Прояснение? Потому что философия современности, она как бы... Ну, аналитическая философия, да? Аналитическая. Без мотана как-то, ну, не особо. Еще тут вопрос, кто первый, Ньютон или Лебнец? То есть, это еще не решенный вопрос. Существует. Ну, то есть, существует в виде цитат Волка, там, Конфуция, вот это вся хуйня, это вот полно, конечно. Но вот философия, которая что-то анализирует, разбирает действительно, но ее бы особо не было. Философия включает в себя мат-анализ. Ну, то есть, опять же, аналитическая философия, да, она подразумевает объединение с математикой, и, видимо, мат-анализ здесь тоже имеет особое значение, но... Ну, честно. Ну, то есть, я не знаю, по-моему. Это здесь не в прямом смысле влияние на философию, но влияние на одну отрасль философии, наверное. Это в корне все меняют. Да. Да, это хуенно, сброситься с горы. Не так круто, а сброситься в жерло вулкана горячего, вот это круто. То есть, вообще, мне очень нравятся легенды о вот этих вот древних, как они умирали, а умирали они очень пафосно. То есть, ну, это во многом показывает нам, что древние мыслители, это на самом деле во многом мифические персонажи, это такие полубоги, которые своими великими идеями нас, с одной стороны, поражают, а с другой стороны, могут просто с горы, не с горы, там, не знаю, вулкан сброситься в лаву, и такой... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-хуенно, как бы, и сдохнуть там в лаве. Ну, то есть, это реально миф о полубогах, просто каких-то невероятных существах, вроде Геркулеса, но еще круче, они еще и умные были, по сравнению с Гераклами всякими, знаете, эти убогими. Геракл это просто мускулистый ублюдок, а это гений мысли, еще и мифические персонажи, да, они от смеха умирали, что они только не делали, как они только не подыхали, ну, наверное, это все мифы были. Скорее всего, это все была чистейшая мифология, вот абсолютная мифология, никакого отношения к реалисти, наверное, и не имела, но это мифы. Тут реально мифы, которые плавно переходят к первым философам, сами первые философы оказываются мифическими мощными персонажами, трудно с ними вообще как-то, ну, их как-то, в общем-то, не знаю, ну, ладно, неважно, это забавно, забавно. Да, и славно. Согласен. Лебнец величайший из рационалистов. Плюс-минус, да. То есть, если брать... Согласен. Трех, как бы, величайших рационалов. Кортезий, Лебнец, Гегель? Аналистов, Декарте, Спиноза, Лебнец. А, Спиноза. А, окей, ладно, допустим, Спиноза. Там Лебнец самый пиздатый. Ну, Спиноза. Ну, Декарте тоже силен. Ньютон раньше Лебнец придумал матан. Пошел нахуй, блядь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ладно, хороший шуток. Ну, вот опять, здесь мы между Максом и Гегелем выбираем тогда Гегель. Ну, потому что Гегель включает в себя Марксером. Ну, да, Эпидокл, скорее всего, считал себя Богом, но... Ну, как бы, это круто. Не до конца Гегель включает себя Маркса, ввиду того, что он Макс тырил до четыре количества социалистических идей, которые для Гегеля были не сростина. Ну, ладно. Конфуция или Томас Кутом из Бобса. Но на самом деле китайский философия, это не философия, в особенности... Опа! Опачки! Ссылка удалена. Десять трюр слэш минуты полностью. Спасибо большое, анонимчик. О, боже мой. Бухая прослушка, аристократ, роман, иноземный... Что это за... Кто? Что это за гегелянец? Не, ну, продолжаем. Честно говоря, это мой блянец. Ладно, друзья... Гуманитария бомбанула. Я китайская философия не философия, да. И это несмотря на то, что Конфуция пытался разобраться в том, как же устроены имена. Не только... Безумно можно быть первым. Безумно можно через стены. После таких заявлений можно на стрим приглашать. Так он был у меня на стриме, причем после этого. Так. На... Компуции пытался разобраться в том, как устроены имена. Этим занимался еще школой имен. А знаете ли, кто... Ну, да. Он не пытался разобраться. Он просто изложил учение о том, что надо говорить так, как говорит, блядь, Чунь-Зы. То есть... Аристократы, и все. Нет, там у него была теория о именах. В общем-то, это изложено. То ли у Мэнзы, то ли у кого-то еще. Ну, понятное вообще дело, что... Компуция изучать просто по Луньюю, ну, по-моему, довольно странно. Луньюю и довольно-таки ограниченный текст сам по себе. Причем написано его учениками. Там и написано. Мы подходим к учителю и говорим. О, учитель Компуции! Скажите мне что-нибудь там такое. А учитель Компуции такой сидит. Такой... Ну, слушай, ебаный, братан. Короче, все вот так-то и вот так-то. Просто проблема заключается в том, что у нас есть конфуцианцы, которые излагают теорию Компуции более сложно, разбираются с ней, развивают ее. Ну, то есть, если не считать Компуция философом, то не считать тогда нужно философом еще и, там, не знаю, Сократа, например. Сократа можно не считать. Да я думаю, он прочитал Луньюй, Суждение и Беседы, и думает, что это весь Компуция, наверное, я не знаю. У него есть тексты, в общем-то, по сведению... Ну, не тексты, но, то есть, так или иначе, он касается проблемы имен. Хуя не пытался разобраться, блядь, пытался. Это не означает, пытался сказать, Иисус пытался разобраться с этикой, нахуй. Наверное, пытался, кстати. Ну, мы не знаем, текстов нет, но, может, пытался. Да, охуенно, именно этим они и занимаются. Ну, про имена, да, работа с именами тоже есть. Ну, аналитический философ, она фундаментальная, важная. Долбоеб. Сам долбоеб. Мам, кто ебал. Да, да, у него философия языка, как у Татьяны Гартман, блядь. А чем у Татьяны Гартман? Не философия языка, а вполне так себе философия. Просто проблема заключается в том, что они начинали эту философию языка. Таких вот замечательных, примечательных мыслителей китайских тоже до наших... Ну, давайте, я не знаю... Конфуции об именах. Конфуции об именах. Об именах. Поехали. Выведет что-нибудь. Исправление имен. Одна из центральных... Вот, смотрите. Исправление имен – одна из центральных концепций конфуцианской философии, объединяющая принципы гносеологии и аксиологии. Конфуции пишет. Учитель сказал, не беспокойся о том, что люди тебя не знают, а беспокойся о том, что ты не знаешь людей. Окей. Так вот, продолжаем. Принципы гносеологии и аксиологии. Джен Мин – это императив, утверждающий необходимость правильно выстраивать понятия ради того, чтобы с их помощью совершенствоваться и управлять государством. Блядь. Ну, то есть, ну нахуй. Ну, ну, ёбаный ты маргинал. Ну, то есть, ну ты серьезно. Ну, ну, блин. Одна из центральных концепций конфуцианской философии. С отсылкой обычно делается, ну вот, просто на Конфуция. Не знаю, сам ли Конфуция это делал. Либо это сделали там Мэнзы, Сюнзы и другие конфуцианцы. Не знаю. Но говорить, что вся китайская философия – это цитаты волка и хуйня, блядь, как бы. Ну вот, я просто ввел исправление имен основных центральных концепций конфуцианской философии. Правильно выстраивать понятия. Правильно, блядь, выстраивать, ебать, понятия. Как делали ёбаные аналитические философы. Ауф, блядь, я Рассел. Ауф, ауф, блядь. Вся философия бессмысленная, если неправильно выстроить понятия. Ауф, ауф, как бы. Ну, ебать. Ну, вы серьезно, ребят. Серьезно. Ну, смешно, смешно. Ну, кстати, в Люньюи они тоже и сложены. Но Люньюи довольно странный текст. Довольно укороченный. Так что, ребят. Так что, ребят, ну вот она есть. Кстати, о правильности имен тоже вкратили в диалог есть, да, Платона. Правильно. Ну, я просто, я в шоке. Ну, оуф. Я не то, чтобы здесь профессионалом был и сильно разбирался, но вот прям сразу нам исправление имен у Конфуция выдали. И цитаты даже на Конфуцию. Но проблема в том, что Конфуций был не один. Конфуций был не один. Было много конфуцианцев, которые работали с этой темой. Как правильно, в общем-то, имена, понятия составлять? Как правильно их соотносить с политикой? Потому что политика для конфуцианцев важнее всего. Ну, это круто, что это было до нашей эры. Вы не поверите. Ну, школа имен была, да. Да, школа имен и поздний маистер. Ну, ее закопали, нахуй, под Великой Китайской стеной во время правления императора Цинчу Хуанди. Ну, всякое бывает. На этом китайское... Ну, кстати, школа имен больше строила. Ну, школа имен, я не знаю, насколько она школа прежде всего была. Потому что там довольно разнородные мыслители. Ну, например, Гунь Сунь Лун и Хуэй Ши радикально отличаются в своих исследованиях. Если Гунь Сунь Лун работал над, не знаю, понятийным аппаратом, опять же, надо общими понятиями лошадь... В общее понятие лошадь входит понятие белая лошадь. Белая лошадь, и там все белые лошади, которые только существуют. А есть какая-то конкретная лошадь. Смотрите, вот лошадь. Вот там лошадь стоит. Над этими понятиями он действительно работал. Да. А Хуэй Ши наоборот. Он, наоборот, людей запутать пытался. И философия закончилась. Поверите, не знаю, по-моему, она была на уровень выше, чем у того же Платона. У Платона вообще же такие жесткие проблемы с философией языка были, но неважно. Да, у него был текст по философии языка, и китайцы, китайцы, все три школы, там, Кавуцанство, школа имен и поздний муизм, они все работали над данными проблемами и превосходили в этом Платона. Превосходили Платона. Ну, это круто. Это круто, это просто круто. Диалог горгий. Кури диалог горгий. Знаем диалог горгий. Но главный диалог, в котором речь идет про исправление имен, это у нас диалог Кротил. И там хуйня написана. Я советую маргиналу прочитать Кротил здесь, чтобы он понял, какой уровень был у Платона. Это только философия языка, а проблема еще в том, что этика это тоже раздел философии. Конфуций занимался политической, этикой во многом. Конфуций занимался тем, что выдумывал прескриптивную хуйню, и это не философия. Многие философы занимались тем, что выдумали прескриптивную хуйню. Хуйши и другие лидисты тоже занимались политической... Хуйши, ой, хуйши, блядь, хуйши. С хуйши я что-то здесь переподал, кстати. Блядь, ой, блядь, ой, блядь. Еще заебись философ был Моисей. Он, блядь, 10 заповедей придумал. Тоже охуенная философия. Он разобрался с тем, как надо жить. Так, ребят, много декларативной мудрости даже в европейской философии, даже у того же Канта. Анализ, блядь, 10 баллов. Еще в Библии тоже философия языка. Ну, кстати, я думаю, что в Библии действительно есть этическая философия. В чем проблема? Пока присутствует. В чем проблема, сучка, переубедимен. Вон там, блядь, экклезиаст какой-нибудь и так далее. Тоже заебись, заебись, блядь, философия охуенно. Блях. Так, ребят, а чем китайская политическая и социальная философия, которую вы называете пропагандой в данном случае, чем она отличается от марксизма? Марксизм официально является философией, как бы. Официально. Никто не будет с вами спорить, что марксизм это не философия, кроме особо, там, не знаю, одаренных персонажей, которые, ну, слишком завуалированно философствуют. А, блядь, ребят, практически любая политическая философия, ну, например, я не знаю, просто, блядь, Максим, возьми текст гребанного Жан-Жака Руссо и прочитай. Там все, все просто, вот, там просто догмы, без каких-либо доказательств. Ты, блядь, гражданин, все, государство есть, охуеть, заебись, свобода, равенство, братство. Здравствуйте. Ну, то есть, фактически вся политическая и этическая философия такая. То есть, блядь, ребят, у вас есть какие-то исключения, может быть, большие в истории европейской философии. Может, вся европейская философия строилась не по таким же принципам. Тем более, там есть определенные доказательства и споры, как бы, это нормально. Ну, то есть, нормально. Лев Гумилев, а вы знаете, что Навальный посадил тесака за зиготу в общественном месте? Не одобряем зиготу. Да, не одобряем зиготу, согласен. Лекс пишет, ну, грубо говоря, он говорит, что вся континентальная философия цитаты Волка. Настоящая философия аналитическая и все. Ну, это очень странная, в общем-то, позиция. Это просто реально очень странная позиция. Ну, окей. Шекспир, блядь. О, у Шекспира. То есть, роза под любым другим именем будет пахнуть так же, блядь. Философия языка, блядь. Ну, кстати, отчасти да. Гамлет. Вполне. Хотя это не Гамлет. Про розу это откуда у Шекспира был я, блядь, за... Ну, неважно. Самое главное, что это тоже можно воспринимать как философию языка, хотя бы в зачаточном ее виде. Был. То есть... Короче, Шекспир, похуй. Шекспир, блядь. Но от того, что человек является писателем, или поэтом, или драматургом, не значит, что он не может излагать новые философские идеи. Нет, не значит. Философия языка тоже... Че нет-то? А, про розу это сонет пишут. Может быть, сонет именем еще нравится, кстати, Шекспира. Тоже раздел философии. И тоже занимались этим хорошо, эффективно, довольно разнообразно, много концепций наработали. Вы знаете, в чем дело? Дело в том, что этические и политические концепты китайцев работали на протяжении нескольких тысяч лет. Несколько тысяч лет. Китайцы придумали и работали. И все это работало, как бы. Они это разрабатывали, и Китайская империя была одной из самых великих. На протяжении долгих, долгих, долгих столетий, тысячелетий. Это не философия, это просто, просто хуйня. Окей. Кстати, не знаю, что так тихо стало. Может, я ору. Я ору! Потому что у маргинала звук на мое второе видео, но вот это маленькое поставлено, как бы, потише, поэтому тихо стало. Наоборот, лучше не делать, и все, само сложится хорошо. Это тоже... Это его тексты, как учебники. Аристотель может не философ, Платон может не философ, у него там, блядь, мужики пиздят, я не знаю, в художественной литературе, друг с другом. Не знаю. И соглашаются друг с другом. Охуеть, ради зерца там, не знаю. Какой же ты молодец, Сократ, я с тобой абсолютно согласен. Какой же ты умный-то, Сократ, какой ты классный. Никто не философ теперь, никто не философ, кроме Рассела. Кроме Рассела, вот вообще больше философов больше не было. Рассел, Мур и Юбер Маргинал вместе. Три философа, три братана вместе, и собака. Два братана и собака. Я просто, я не знаю, ну лол. Почти вся философия так работает. Хуя, алис, в жопу анализ. Блядь, в жопу анализ. Это ж смешно. Философия. И он доказывается, его пытаются доказать. Это религиозный принцип. Хуя, религиозный принцип. Религиозные принципы тоже философские. Всего прочего, у того, не только политика и этика, у них антология. Хоть, не знаю, прескрипция, блядь. Ну и что? И что? В европейской философии, в античной философии и прескрипции до хера. То, что маргинал там, не знаю, у эмпириков прескрипция в начале их рассуждений лежит. У всех она лежит. Аксиома, аксиоматика. Берем тезис и развиваем его. И все. Китайская философия по тем же самым принципам работали. А ты, я же хороший. Но, но, бам, 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 блин, какие же противоречия. Охуенно. У христиан, заебись, антология, он, причем... Ну, у них антология тоже, да. И это можно рассматривать с философской позиции, как философию, как отдельное философское направление, как философскую школу. И даже сейчас не говорю о христианской именно философии. Нам плевать на христианскую философию, которая возникла позже. Сама, само христианство возникло из определенных философских предпосылок. Я не имею в виду схоластов, а вот Библию открываю. Да, она тоже философия ранее. Что там антология? Да, там антология. Мир так устроен, так есть. Сейчас я потише себя сделаю, я, видимо, реально ору, меня прям просто разносит. У меня пукан разлетается на куски, просто в космос улетаю вместе со стулом своим. Значит, вначале Бог сотворил, значит, небо и землю. Да, антология, метафизика, творение мира, ёптую мать. Что, это не антология, что ли? Да, это антология, всё верно, это антология. Значит, первичен как бы Бог, потом небо и земля, а, бля. Да. А может быть, Монада Лебниц доказал? Ну, слушай, может быть, мы открываем Монадологию Лебница и видим там ебать анализ? Ну, может быть, вот так это работает, я не знаю, ну, боже мой. Может быть, мы не видим там набор предположений, допущений, не знаю, аксиом каких-то? Может быть, не так это работает? Может быть, мы открываем, не знаю, спинозу, его грёбаную этику и видим там не какие-то, не знаю, аксиомы, из которых он выводит всю свою позицию, а видим там абсолютно доказанные высказывания в начале его суждений, а? Нет, он сам их аксиомами называет. Вот в этом проблема, опять же, начинается. В начале любого философского рассуждения лежит какое-то, не знаю, высказывание, которое так или иначе является прескриптивным. Даже в дескриптивной этике, в её базисе мы находим прескриптивные высказывания положения. То есть, ну, аааа, аааа, то есть, не знаю, везде есть какие-то убеждения, из которых человек исходит и не доказывает их. Всё. Всё, как бы, нет никаких абсолютных доказательств. Ну, китайцы по-своему пытались доказывать, спорить, то есть, это тоже этого упускать нельзя. Просто у них свой способ спора был, он не европейский способ спора. У них было множество бесед, множество, не знаю, оппозиции друг к другу. Ну, я понимаю, что для многих это может быть секрет. Ну, да ладно. По сути, это метафизика, это метафизический такой принцип работы. И да, оно как раз делится как бытие. Это, по сути, термин равна силе быть. Да, охуенно. Так, донаты. Огуречный примат, 100 рублей. Обожи нахуй. В смысле Пифагор математику придумал? Если он себя противопоставлял уже имевшимся математикам и считал, что они все хуйней. Да, европейская философия тоже не философия. Всё, ничто не философия. И даже аналитическая философия, я вам докажу, что она не философия. Потому что в начале её лежат прескриптивные высказывания. До свидания. Философии не существует, друзья. Всё, мы пришли к тому, что философии больше нет. Её не было, никогда не будет. Мне, кстати, не жалею, что заказали это видео. Мне весело. Мне, на самом деле, реально очень весело. Это прикольно. Потому что с реальным миром работают, а надо с божественным. И себя считал верховным волхвом все числа. Скорее, нумерологию придумал. Просто совпало, что передовые работы его ребят у нас в школе проходят. Где он противопоставлял себя с кем? Человек математики, это название его секты, которую он основал, блядь. Ты где эту хуйню вообще вы, блядь, добыл, который ты тут написал? Или это шутка про Рыбникова? Я реально понять не могу уж на данном этапе. Потому что, ну, блядь, короче, не надо притворяться тупыми. Потому что я буду на автомате считать, что вы не притворяетесь. Я просто не могу. Спасибо за 100 рублей, 100 рублей. Как связан Горгий и философия языка? Может, Кратил, он там этимология рассматривает охуенные истории про мастера, имен задвигает. Бля, в Горгии есть про то, что... Ну, в Горгии, скорее всего, то что-то есть. То есть, они там о многом разговаривают с Сократом. Скорее всего, есть. Я, правда, тоже уже не помню. Блядь. Как же, блядь. То ли реальный мир и мысли, они, блядь, из разного сделаны. Поэтому одно другим выразить нельзя. Ну, скорее всего, да, Пифагор действительно не придумывал теорему Пифагора. Но не важно, не важно, не важно. Слова, блядь, я уже не помню нихуя. Чё-то такое, короче, там было. Тоже философия языка, а чё нет-то? Так это и есть философия языка в древнем. В чём проблема-то? То есть, может быть, это какой-то сюрприз, но это тоже философия языка. Ну, Кратиле тоже. Не, ну, то есть, мы чё, будем теперь называть только, не знаю, поздние достижения аналитической философии и философии языка. То есть, до этого философии языка не было. Хуй там плавал, как бы. Да, чё-чё нет-то? Нормально. Ну, античная философия, блядь, чё вы хотели-то? Так она же не философия, чё вы хотели-то, а? А вся такая. Ну, то есть, да, античная философия, она вся такая, а вот... А вот китайская философия, которая в этом смысле очень похожа на античную... Она не философия, а вот античная философия вся такая. Спасибо. Большое спасибо, маргинал, как бы, блядь. Просто, знаете, это как, в общем-то, разбираться с маргиналом. Ты просто сидишь вот так вот, нога на ногу ставишь, такой... Опачки! И сидишь и слушаешь, как маргинал сам себя разносит по некоторым философским темникам. Вот так надо делать, я не знаю. Ну, окей, прикольно, прикольно, продолжаем. У каждого есть свой путь, есть большой путь для всех, большое бытие, большое дао. А есть у каждого свое дао, вот так вот. У каждого свое дао, да, у самурая цели нет, но есть один лишь путь. Вот заебись тоже философия, охуенно. Ты, блядь, песню спел. Ой, блин, маргинал. Я понимаю, что он ничего этого не читал, как бы, и даже близко не понимает, о чем говорит, но, блин, как бы... Ну, то, что ты только что изложил, это не философия. Так я не излагал доказательства. Если ты изложишь философию Рассела в кратком виде, это тоже не будет философией. Если мы кратко изложим Гегеля, ну, там, не знаю, про бытие, ничто, становление, это тоже такие же тезисы. Когда мы тезисно излагаем ту или иную позицию, она будет казаться нам недоказанной. Вы представляете себе? Это, оказывается, не философия. Нет, на самом деле, любая совокупность высказываний может оказаться в философии, особенно если она продуктивной, является новой какой-то, вот, дает вклад в историю мысли. Тем более, каждая идея может быть потенциально плюс-минус доказанной или вообще участвовать в каких-либо спорах. Ну, то есть, по-моему, 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 здесь все очевидно. Маргинал запутался сильно. А почему это не философская песня? Я не слышал песню полностью. Что значит продуктивный, новый? То есть, либо из этого делается вывод, либо конкурсия не философ, либо ты его изложил неправильно. Нет. То есть, этика не философия, может быть? Может быть, политика не философия? Может быть, политическая философия и этическая, ну, бывают не прескриптивными? Нет, наоборот, даже не так. Может быть, вся европейская этика и вся европейская политическая философия не включают в себя какие-то прескриптивные высказывания? Может быть, нет ни одной философской школы, которая бы строилась на прескрипции? Может быть, даже у Канта нет вот этого долга какого-нибудь или чего-нибудь похожего? Может быть, ни у кого нет? Может быть, в христианской этике такого нет, который тоже считает... Про что-то... А, маргинал не про доказанность, а про аргументативность. Лекс, берите тексты китайских философов, Лао Цзи, Джуанзи, тем более Джуанзи. После Лао Цзи берите Джуанзи, и вы увидите там аргументацию. Не в прямом логическом смысле, ведь сам маргинал считает, что до аналитических философов никто не аргументировал свою позицию так, как должно. У людей не было аргументов. Да, блядь, еще одно противоречие, понимаете? Ну, то есть, философии по маргиналу аргументов не было до определенного времени. Ну, получается, любая аргументация, любая попытка представить какие-то доводы в пользу своей позиции, включая, там, не знаю, индийскую и китайскую, они тоже, ну, рассчитываются, считаются как определенная тоже попытка защитить свою позицию. И она была везде, у всех. Эх. Я считаю, что я охуенно все изложил, и Конфуция просто не философ. Не. Дело в том, что, опять же, любое высказывание может быть философским. Ну, это просто прескрипции обычные религиозные. Конфуцианство — это религия, если что. То, что... Хуиге. То она метафизически нейтральная, да, то есть, там, как бы... Она не предполагает наличие бога. Ну, окей, вся философия тогда тоже религия, окей, я согласен. Вся философия, без исключения, тоже религия своеобразная. Ну, пусть будет так. Сейчас у меня там колесо наехало на... Очень странно. Какого-нибудь конкретного. Это не делает ее в меньшей степени религии. Даосизм — это тоже религия. Х, У, вы читаете Джоанзе полностью. Вы, не знаю, смотрите все пассажи и смотрите, как какие-то там аргументы предложены. Какие допущения делаются, какие тексты там, не знаю, разбираются. Какие тексты доказываются притчами и спорами между двумя там персонажами. А линии демаркации философии от нефилософии есть или все по-твоему философия? Да на самом деле все убеждения людей строятся на тех или иных философских постулатах. Так или иначе. Тут неважно. Любое новое суждение мыслительное, оно является философским. Любое. Лишь бы оно было новым. Любое высказывание, которое мы хоть когда-либо произносим, оно так или иначе является философским. Если оно осмысленно. Все. Когда-то оно было философским. Для меня философия определяется чисто по ее, как бы, новаторскому потенциалу. Учитель сказал, изучение неправильных взглядов редно. Почему? Потому что аф-аф-аф. Вы читаете Мэнзе, Конфуций. Это прескриптивное просто учение. То есть... И что? В философии дохера прескриптивных учений, включая тот же перепатетизм. Это не философия. Ну то есть перепатетизм тоже, он как бы базируется на высказываниях, которые никто доказывать не собирается. Все философские... Вообще все философские учения, они базируются на такой херне. Все. Ничто не философия. Здравствуйте. XY. Я не говорю, что это не глубокая книга, я говорю, что там слишком образный издек, чтобы назвать это аргументацией. Какая книга? Какая именно, блядь, книга? Вы понимаете, что, не знаю, конфуцианство, это колоссальный набор громадных текстов, где, не знаю, пятикнижие полноценное там набирается, классическое, каноническое. У того же Мэнзы вы найдете отчасти и аргументацию, и какие-то образы, и вообще все, что угодно. В даосизме найдете тоже огромное количество аргументации. По аргументации, в смысле Марго, ничто философией не является философией. Ничто не является аргументацией. Все философы до ебаного Рассела, все философы до ебаного Рассела не являются философами тогда, потому что у них не было аргументации. Чтобы вы понимали противоречивость взглядов Марго. Философия не часть математики, математика часть философии, потому что высказывания математики... Ну, короче, короче, философия часть математики, потому что все математические высказывания так или иначе восходят к философии. Если играть между конфуццией и Гобсом, наверное, я бы тоже Гобса выбрал. Но вот просто вот говорить, что китайский философий вообще не философский. Конфуция — это сборник цитат волка, блядь. боже мой сборник цитат который он читал безумно можно быть первым это люди суждение и беседы это безумно можно через те записи учеников конфуция капуции вот как вот вот что он читал также есть 8 господина люя также есть пятикнижие конфуцианская также есть вообще да но это не философия так ты не читал то нихуя какая-то не философия ты не читал мэнзы скорее всего сон за это тоже скорее всего не читал мне сейчас без ускорения потому что вот внутри маргос вот это видео ускорил там было еще больше кстати император цинь шихуанди он еще духу я сжег но я сомневаюсь что там тоже была какая-то философия не философия при просто набор прескрипции же по большей части есть набор разнородных прескрипции даже система доказательства они строятся на в общем то прескриптивных высказываниях мы говорим вот так делать правильно так нужно делать тогда будет все хорошо длина к эта мудрость охуенная быть не философии там не какая-то жизненная мудрость там полноценно прописываются те или иные философские темы образы не знаю области сферы антология логика отчасти примитивная ну в китае меньше но не важно этика политикам с этикой политикой вообще просто почти вся этика и политика она строится на постулатах тех или иных принятых заранее мы можем изучать этику общее как-то знаете типа мол этика как мета этика но эти как и мета этика ее блять исследовали не так давно вроде бы ее начали исследовать в большинство этиков чистом виде мы встречаем чисто вот такой вот набор высказываний которые никаким образом не доказываются они просто есть вот просто вот вот такая вот этика мы исходим из этих положений все живите с этим вот вот так должно быть это философия ребят вот она в том числе также работает паша философия она вот здесь вот и думается на из головы выдумывается маргинал сам говорит что вот тут из головы выдумал маркс что-то вот философия так по многому работает люди выдумывать что-то новые с головой применяют это в мире смотрят а как вот жить с такой этикой как вот жить не знаю с таким политическим устройством и в итоге что-то получается или не получается там не знаю культуры строится или падают и так далее так далее так далее если все таки не дошли до нас каких-нибудь других переизданий хоть весной осенью но иногда этому капуцию причисляют но 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 как бы лол кстати весной осени господина люя говорят что этот текст написал сам комфоции но считается что он его написал у него куча учеников которые оставили текст и которые отсылались на капуции которые сами что-то предлагали пытались доказывать пытались доказывать подчеркиваю и так далее так далее так далее рад за них ну рад за них но это не философия потому что нихуя не считал хорошо замечательно нет в определенных разделах и пикулись как жак лакан жак лакан не философа так джон это спот я даже не знаю кто это поэтому будет жак беррида любой другой ситуации до этого пространства сократ или фрэнсис бэка ну сократ он почти что отец философии а вот блять сократа котором тоже нету который не написал ни одной книги это отец философия я знаю что ничего не знаю благо 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 надо стремиться к благу справедливость существует блять ни в коем случае это все я блять доказывает аргументы сука понимаешь я блять философа блять ёбаный конфуций говно все круто мы делим античную философию на до сократиков и сократиков поэтому да только поэтому но охуенно у нас в историографии так принято было поэтому так и есть заебись кстати здесь бы я еще подумал потому что сократа судя по всему ну я ценен скорее всего и значительная часть достижения именно самого сократа это платон самое большое достижение не ну и но вообще софиста философа это философа с огромной большой буквы это как раз очень продуктивный мыслитель это если мы считаем что сократ был на самом деле блять нам похуй был сократ на самом деле сократ как и платон как и аристотель как и гопс как и вообще любые персонажи древности мы их не видели никогда не знаем были они на самом деле для нас важно что под на определенных текстах красуется такое имя там не знаю платон аристотель и кто-то писала такой вот марочки ярлычки который вот сократ вот сократ высказывание сократа допустим нам неважно сейчас существовал ли сократ на самом деле нам и марочки оцениваем ярлычки это дело все про любого и про любую историческую личность мишка че и не было на хуй но это уж не отвлечительность была сквейня снайпер 100 рублей ванзин их конст люди а остызайн ванзин их конст дуду ищи венди кейн цитаты из поздней работы хайдеггера гельдерлин и сущность поэзии между прочим иди нахуй спасибо за за 100 рублей и самое важное что сделал сократ это он очень красиво умер и этим самым вдохновил огромное количество философов ну судя по всему судя по так доната а до 100 рублей конфуция что-то типов мэнзы сказал истинный путь возле нас а мы ищем его в том что трудно если все люди будут любить своих родителей почитать старших то во вселенной будет царить мир и доказательство же это же доказательство если вы реально процитировали сейчас мэнзи это доказательство то есть это высказывание в котором содержится более чем один логических шаг то есть если все люди будут если все люди будут любить там своих родителей еще раз давайте более чем один логический шаг здесь содержится если все люди будут любить своих родителей почитать старших то во вселенной будет царить мир вполне так сообразуется с мировоззрением древних китайцев да это вполне так себе доказательство вы можете этому сопротивляться можете как-то это в общем то попробовать опровергнуть. Не пробуете? Ну, окей. Потом к вам придут конфуцианцы и ответят на ваше опровержение, а вы ответите на их опровержение. И так будет увеличиваться философия. Так и что, что в Библии есть такие высказывания? В философии есть такие высказывания, и философия состоит из высказываний такого вот порядка, и там не везде присутствуют доказательства. И более того, многие философы ничего не пытались высказывать, вообще, ну, доказывать. Даже у Аристотеля доказательства в чистом виде не так уж много. Его тексты это нелогические какие-то вот выводки, где вот из одного следует другой, из третьего, четвертая, пятая, шестой, седьмой, восьмой, девятая, десятая. Нет. Это скорее учебник, в котором местами что-то доказывается, а местами просто бьется, забивается на это хер, и Аристотель ему говорит, вот так вот есть на самом деле, ребят. При том, там, где Аристотель говорит, ребят, забейте, там вот все, вот так на самом деле есть, вот это как раз и есть самое важное положение, не знаю, перипатетизма вообще. Ну, просто интересно. Просто интересно, каким местом надо читать, в общем-то, греков, чтобы не замечать этого. Волка Ауф из ТикТока своего времени, ну да. Чувак, давай, с подключением. Спасибо. Ну, у Платона тоже нет аргументации в этом смысле. Да, нет у него аргументации в маргинальном смысле. Нет. Нет. Ну, у Платона есть диалоги, диалоги, беседы. Но пойти в чем дело? У Джуанзи есть беседы, споры. Есть, не знаю, соображения, есть какие-то положения, которые так или иначе поддерживают всю его концепцию. Есть. Есть. У Мэнзы есть. Если вы будете брать случайные высказывания у Платона, Аристотеля и у кого угодно, и сделать из этого цитаты Волка, ну, это будут цитаты Волка. Просто нужно усматривать всю систему в целом. Читать весь текст в целом. И уже самому осмыслять этот текст. Посмотреть, что там находится. А вот это относится с этим. Вот это вот с другим относится. Там, не знаю, Мэнзы говорит вот это вот так, вот здесь вот так, вот здесь вот так. Здесь там, не знаю, концепция человеколюбия поддерживается таким образом, а вот здесь вот таким образом. Вот здесь что-то какие-то другие, здесь какая-то притча приведена напоминаю что платон платон приводил доказательства своих некоторых позиций мифы мифы мифа не знаю пещере платона очень известный чувак просто сидит и вам ебаный миф сочиняет понимаете это маргинал называет философии в данном случае а вот у китайцев нет а у китайцев так не работает тип за 100 рублей 100 рублей в горгии сначала платон пытается обоссать саму горгия с риторику что это не искусство а навык и не учат справедливости а дальше спорят с с кемским полом блять и калик вам о том что такое справедливости переработанная первых книг государства блять это не горгий был но я не эксперт в античной философии забейте я это не ко мне вопроса на самом деле мне папа и баты немного я запомнился в горге ребят отдельных так или иначе отдельных и аргументов там дохера но даже в чистом виде мы можем отыскать большое количество аргументов у античных мыслян у него тишку китайских древних мыслителей хотя они были не то чтобы знаете какими-то супер аргументаторами великими они скорее забивали на аргументацию но и насрать как бы на это такой блять чтенада спасибо большое за заказ лев гумилёв и было значит может быть это было в кратили мне до пизды а я чуть не повелся но в кратили было но типа меня можно сколько угодно упрекать в том что диалог платона какой-то не помню это я тоже до хера не помню честно но то есть согласен это не аргумент свое блять но типа мне похуй но я и не пытаюсь задеть убер маргинала ни в коем случае кстати друзья все что я здесь делаю я не пытаюсь задеть убер маргинала я считаю его достаточно умным человеком в целом я считаю что в некоторых областях философии разбирается очень хорошо значительно лучше меня опять же я это часто проговариваю но блять по некоторым областям философии он говорит такую хуйню которую нужно каким-то образом прокомментировать обязательно прокомментировать и без комментариев ну просто здесь невозможно обойтись и поэтому поэтому приходится комментировать тем более если это заказали тем более если заказали с удовольствием приходится комментировать то есть это вот это то в чем я могу обосраться без угрызений совесть совершенно мне насрать то есть совершенно без негатива друзья абсолютно без негатива хотя пукана горит но я пытаюсь сдерживаться чтобы горение не перескочила хубер маргинала каким-то образом это это я стараюсь иногда не получается но надеюсь это не как то что аргумент что я надо мне похуем от ура перепутал свои мотивистами два года назад то есть вот это было зашкварно будешь там философия а это чё ну типа пьесы прикольные забавно читать прикольно симпози платона очень за занятный трактат про гомосексуализм мне нравится философия леп таки себе спокойным этиков да это согласен эта проблема то есть маргиналы много грубых ошибок допускает особенно по античке называть сократа отцом философии можно в том смысле что он отчасти обучил платона а тексты платона дошли до наших дней в принципе и до текст платона у нас никаких таких более-менее хороших мощных философских источников но тупо нет то есть сократ это так скажем отец платона макс шеллер или поменит не читал ничего не шеллера я сам не особо читал шеллер мощный антрополог двадцатого века но я к сожалению с его работами плохо знаком у меня есть книжечка по шеллеру написанная в общем то одним профессором который был у меня оппонентом на защите книжка хорошая интересная зазывающая но я не очень сильно ну как бы интересуюсь в области философской антропологии поэтому ну такой один из основателей философской антропологии он мощным то за то микро сильно повлиял на развитие философской антропологии как и не знаю академическую дисциплину наверное вот он на эту дисциплину антропологии философскую как бы повлиял очень сильно на ее возникновение по крайней мере он сделал огромный класс философскую антропологию ни о чем не говорит мне. ну окей ну то есть шеллера можно не знать начать на философская антропология ну то есть замечательный приемлемый сравнив с парменидом конечно парменид конечно парменид заложил проблему бытия то есть онтологию вообще он заложил как предмет Но Макс Шеллер интересен. Хотя у него там учения о любви есть, конечно же. Но этот человек пытался разбирать... Человек пытался разбирать тему антропологии и философской. И во многом сейчас то, что сейчас происходит на кафедрах философских, вот эта самая дисциплина философской антропологии, это большой... Вот снимаем шляпу перед Максом Шеллером. Во многом, не только перед ним, перед Фербахом. Ну, кстати, я во многом напоминаю, просто я не то чтобы подколы маргинала часто делал в том видео. Если кто-то думает, что это прям были, знаете, подъёбы маргиналов, ну вы просто херово смотрели видео. По большей части, по большей части. Мы здесь, в общем-то, знаете, что делали? Я просто некоторым людям пояснял, которым интересна философия, пояснял за некоторых мыслителей. Причём в некоторых мыслителях я сам не особо разбираюсь. Например, в Шеллере. Но сказать несколько таких добрых, хороших слов о нём, ну, почему бы и нет. Так подкол как раз, чтобы люди смотрели, ребят. Что? Блин, проблема заключается в том, что франкфуртская школа, она очень сильная. Ну, она сильная, но то есть... Несмотря на то, что я сам не сторонник коммунистов, тексты... Ну, они влиятельные, они просто очень влиятельные. По сравнению даже с... Не знаю, с Расселом, может быть, и не очень влиятельные. Но они очень влиятельные. Но они вообще в целом влиятельные. Вообще, марксизм крайне влиятельный. Но за последний 20 век прям очень прокачался. Да, охуенно. А в цирке она выступает? Выступает. Кстати, выступает. Да. Франкфуртской школы, они далеко уходят за пределы классического марксизма. Я не выбираю такие, которые... Интересно, интересно, интересно. Ну, сам не выбирался. Ну, очень рад за них. Ну, понятно, что здесь я бы сам выбрал Расселу. Я бы сам здесь выбрал Расселу, честно вам скажу. Ну, ну, блин, ну, как бы, а, ну, тут и плохо. Это прямо настолько плохо, что это вот сейчас двойка прям. Да, это кликбейкбол. Блин, ну, франкфуртская школа, это очень сильно. Это очень сильно ответвление марксизма. Ну, очень сильно охуенное ответвление. Просто 10 из 10. Ну, то есть, если бы не, наверное, я бы вообще к марксистам серьезно не... Безумно ценный, блядь, вклад в интеллектуальную жизнь. Ну, вообще, насколько я понимаю, большая часть феминизма, там, не знаю, борьбы за меньшинство, вот это вот то, что сам маргинал является геем, мусульманином, там, и прочими-прочими-прочими квиром, это от франкфуртской школы. Маргинал сам испытал влияние франкфуртской школы. Маргинал сам тот еще сторонник франкфуртской школы. Анальный коммунист такой, если бы... Немного, да, так, немного униженный, как бы, и принадлежит к меньшинствам таким коммунистическим. Да, вот такой маргинал. Культурный марксист, на самом деле. Охуенно. В глубине души. Ну, давайте что-нибудь, что, хотя бы, там, применимо, что ли, там, феминизм. Феминизм. Знаю. Бисексуалы, инцелы, да, ну, неважно, неважно, неважно. Бисексуалы, инцелы, это тоже туда можно отнести, как некое меньшинство, и борьба меньшинств за свои права. Ну, вот он сидит, борется. Уже много лет, с 2015 года маргинал борется за свои права на твиче. Вполне так себе. То есть, что подразумевает какой-то анализ, так далее. Я серьезно говорю, я серьезно говорю, это, он, ну, как раз типичный представитель франкфуртской школы. Я относился. Ну, поменьше, вот, гуманитарного говна из жопы. То есть, ну, да, значит, Расселы бы поменьше, с его гуманитарным говном из жопы было бы тоже не плохо. Типа франкфуртская школа, континентальная философия, там просто сидишь, выдумываешь рандомную хуету и... И ее скушают. А китайская философия при этом не философия. И греческая тоже. И вся философия до Рассела тоже не философия. А что это нам напоминает, знаете что? Религию, блядь! Вот что нам это напоминает внезапно. Ну, ладно, ну, ладно, неважно. По-моему, реально очень странно. Все, кроме Рассела, это, конечно, да. Да, конечно, все это не философия, наверное. А если это философия... Спасибо, Ника, отдаю вам честь. Те салюто. Приветствую, я полагаю. Надеюсь, меня не пытаются куда-то на салюте запустить. Ну, ладно. Не, ну, просто реально странно. Не, ну, он так-то прав. Феминист бить говно, его съели только говноеды. Ну, понимаете, Джудес, тут есть некоторые сложности. Во-первых, огромное количество народа купилось. Как минимум. И отчасти феминизм работает. Ну, то есть, ну, по крайней мере, от того, что люди становятся феминистками, они не подыхают от этого сразу. Уже неплохо, как бы. Уже неплохо. А кто там с аналитической философией доказал в кавычках альтернативные миры очень применимые фигни? Да, ребят. Но аналитическая философия очень разнообразная херня в современном мире. И поэтому там тоже очень много своих спорных моментов. Ну, просто. Просто. Большая проблема, опять же, в определении философии у маргинала возникает именно в тот момент, когда он пытается соотносить Запад и Восток, потому что, ну, к большей части западной философии он серьезно не относится. То есть, он считает, что это какие-то клоуны, какую-то хуйню легковесную, говорит, ничего не доказывали, просто любую херню можно сказать, и все сработает. Но там были своеобразные доказательства, примеры, апелляции к истории, не знаю, попытка предсказать, что будет, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, да, во многом философы высказывали свое мнение. Проблема заключается в том, что аналитические философы тоже высказывали во многом свое мнение. Они не апеллировали к космической мировой логике, которая существует в реальном мире. Они ее придумывали, они ее создавали. По-моему, очень странно. По-моему, очень странно. Опять же, если мы будем пытаться разобрать саму логику как таковую, окажется, что она сама состоит из таких вот суждений, которые маргинал критикует. Эти суждения не доказаны. Да представляете себе? Какие же клевые аналитические мыслители, которые базируются на логике и фактах. Только проблема заключается в том, что эта сама логика является системой в корне недоказанной. Что с этим делать? Опять же, чем тогда постулирование верности логики отличается от любых прескриптивных суждений? Мне просто, опять же, интересно. Чем тогда, не знаю, догматическая вера в логику отличается от, не знаю, этической философии Конфуция? Да ничем. Вообще ничем. Это то же самое. Просто здесь идет дроча на логику, и все. Замечательно. То есть, хоть ты Хабермас, хоть ты, блядь, Маркуза, похуй. Ну, Маркуза прикольный текст. Хорошо, скажем. Даже не смешно. Вот тут Клант или Дедро. Опять-таки, вклад Дедро в философию, пожалуйста. Согласен, кстати. Хуй, никакой. Ну, ладно, не никакой, ладно, есть. Образная концепция. Ну, как и у многих просвещенцев. Да, я не помню, что имя у Дедро, кстати, было. Я, кстати, реально не помню, что было у Дедро, потому что вся философия просвещения у меня в голове перемешалась. Я ее не особо выделяю. Да, довольно-таки, знаете, такая вот масса, масса единая. Но какой-то вклад у него все-таки был. Ну, это просвещение. Ну, о чем мы речь? Прежде всего, у них там большая группа людей. Кто ли? У Вальтера, вроде, да, была концепция Бога. А Дедро? Кто он? Атеист, вроде. Один из таких вот передовых... Все, я тоже нихера не помню с ними, что связано. Но они одни из первых там атеистов, деистов, там вот что-то такое. У них очень интересные такие вещи. С политикой много разбирали, с этикой. Отделяли этику от христианства. Ну, то есть, какие-то своеобразные, в общем-то, достижения не очень большие у них были. Ну, правда, прям в защиту Дедро немножко хочется сказать. Прям про него конкретно ничего не могу. Я уже не помню. Кто-то изильдаистов, кто-то атеистов. У них там вот такие вот вариации были. Пантеизм иногда встречается среди посвященных. Ну, у них там что-то есть. Что-то такое околофилософское. Ну, конечно, Агюст Конд, ну, влиятельный. Ну, ничего не скажешь. Ну, у Дедо есть небольшой вклад философии. Ну, то есть не совсем... Две минуты. Ну, как бы, да. Агюст Конд, основатели позитивизма. И... Там, да, закажет, видимо. Ну, и позитивизм тоже. Ну, то есть здесь как бы и то, и то очень влезетно. Целую кучу вот этих вот посвященцев в одну личность какую-нибудь. Из них бы вместе получился величайший философ, может быть. Но не самый великий, но очень хороший, учителей философ. Если бы все вместе собрать... Ну, на самом деле, одного Юма достаточно, в принципе. Ну, правда, они думали о разных... Ну, если Юма относить к философам просвещения, типичным, может быть, да. Но просто философия Юма отличается от философии, типичного такого вот представителя философии просвещения. Ну, тут такое, да, его относят к просвещению, но дух, так скажем, философски отличается. У них разные концепции были по отношению к Богу. Ну, да, ну и, как бы, насколько эти концепции вообще являются концепциями, то есть, насколько они представляют из себя аргументированную позицию. О, аргументированная позиция. У кого еще аргументированная позиция? Там, у Гегеля, у Маркса, может быть. Может быть, у, не знаю, у эмпириков может быть аргументированная прям позиция. Да, Юма это шотландское просвещение, чаще всего его относят к шотландскому просвещению, но проблема заключается в том, что его философия больше похожа на философию, не знаю, Кортезия, Лока, хотя Лока тоже вроде относится к просвещению. Ну, тут не важно. Тут не важно. Просто философия Юма, она более классическая, она отличается по жанру, по стилю, чем вот такая вот философия просвещения по типу Дидро, Вольтера и прочих-прочих-прочих замечательных персонажей, которые так или иначе имеют некоторое сходство, понимаете? А вот Юма здесь скорее исключение. По-моему, блядь, помимо Юма, нахуй, никого там не было толкового. Руссо, говно, блядь, там, остальные все хуи, тоже нахер не нужны, там, в лучшем случае публицисты. Ну, они реально больше публицисты, но в публицистике тоже бывает философия и аргументы, доказательства. И это влияет на развитие общества и мира, так или иначе. Вместе соберем и вот вместе с Эмпидоклом. Да, кстати, логико-философский трактат тоже очень аргументирован и невероятно. Понимаете, в чем дело? Логико-философский трактат про логику просто, поэтому это клево, а все остальное говно. Болохан. А вот у Юма нормально все написано, аргументированно, при этом, блядь, и читать интересно, что редкость очень большая. Прям охуеть, как интересно, особенно его самую большую книгу, я просто в шоке от того, как это интересно было читать. Хотя Юма, я считаю, очень сильным мыслителем, но именно само его повествование мне не нравится. А какой из философов совсем ноль? Не знаю. Хабермас или Вольтер? Извиняюсь, вклад Вольтера в философию никакой. Ну, опять не никакой. Ну, не никакой, но маленький. Приветствую, Дарья Небрева. Приветствую. То есть, Вольтер, Вольтер, Вольтер хорош. То есть, в отчасти хорош. Сказать, что он совсем ноль, ну, невозможно. Опять же, просвещение. Влияние, ну, просвещение оказало влияние в том числе на Канта. Да, на Канта. И Юм указал на Канта. Понимаете, в чем дело? На Канта оказали влияние не только сам Юм сам по себе, но и в целом философия просвещения. Так или иначе. Это тоже не может исключать. Канта очень... Что означает хайт в конце слова? Ну, это как ство в русском и, вот как ты правильно пишешь, нес в английском. Комплементарно относился к философии просвещения. Возможно, оттуда взял некоторые свои идеи. Сейчас не будем очень так резко судить об этом, но... Ну, Канта и тексты есть, посвященные просвещению. Большая комплементарность там, ну, простите уж. Человек, повлиявший на Канта, один из тех людей, которые повлияли на Канта, в череде посвященцев, и Хаббер Масс. Хаббер Масс тоже хорошего, кстати. Ну, вот так, так. Вольтер-публицист и... И в том числе публицист, да. Писатель художественный. В том числе художественный писатель. В том числе у него есть философский текст. Ну, то есть из-за того, что человек является художественным писателем, там, и публицистом, это еще не отменяет того факта, что он может быть философом. Ну, вообще ни капли. Значит, а Хаббер Масс философ вполне себе. Мы здесь философ выбираем. Ну, мой выбор такой же, на самом деле, был бы, но обидно. Спиноза или Киркегор? Спиноза. Хотя, Киркегор тоже отлично. А вот Киркегор, а я заебись просто. По тем же самым критериям, которые были выдвинуты маргиналом до этого, прям заебись. Ну, здесь валяют мои личные предпочтения в стиле философства. Спиноза философ аргументативный. Ведь это традиция, которая начинается с... Которая начинается с аксиом. Да, я помню. Я читал этику. Прикольный текст. Мы тупо берем удобные аксиомы для начала нашего рассуждения, а потом выводим из них все, что нас интересует. Супер философия, супер. Обожаю аналитику. Доказательства, это классно. Аргументация, муа, просто мое почтение. В Аристотеле прям вообще все доказано тоже. Просто невероятно. Нет ни одного суждения, взятого из головы просто. Проблема заключается в том, что аргументативный он философ только не в аристотельском смысле, а в платоновском. Он математик просто. Да, он скорее математик, окей. Он доказывает геометрические теоремы. Просто выдает их за концепции Бога и так далее, и так далее. Бога различные теоремы предлагает, выводит их из... Он выдает геометрические теоремы за доказательство Бога. Да, блядь, именно так. Ну, высказывание неправильно построено, согласен. Он, в общем-то, рассуждает по типу начал этого, как там его... Начал геометрии, короче, как-то хера звали. Известный черт, математик, геометр, великий. Блин, почему вылетают имена великие, крутые? Евклид. Евклид, Евклид, конечно. По типу Евклида. Я успел раньше Загдауман. Я успел вспомнить дальше. Вот это имелось в виду. Ну да ладно. Что это вообще значит, блядь? Донат. Иван Сосанит. 500 рублей. Еще на шадова. Окей. Я напоминаю, что скип стоит, ну, типа, x2. Смотрим до 34-й минуты. Скидоза, он не логик, он математик. Он пытается перенести... Логика, это математика. Нет. Хуй тебе. Как бы... Хуй тебе, Марго. Нет, логика, это не математика. Математика не работает с высказываниями, логика работает. Ну, по крайней мере, данное высказывание вполне адекватно для логики Аристотеля. И на протяжении большего времени существования логики, вот, моя позиция более адекватна, чем позиция маргинала. Когда логика начинает сливаться с математикой, и, в общем-то, они вместе-то вместе-вместе, потом продолжают свой путь дальше, ну, вот тогда уже можно говорить о том, что логика это математика. А так вообще нет. То есть, есть большая разница между математикой и логикой, ну, колоссальная. Спиноза. Между высказываниями и числами огромная разница. Ну, и в этой фишке математики... А, сосед, спасибо за подписку, привет. Не очень любили математик в целом. Среди них выдающихся математиков, но, по-моему, не было. Не прозвучало. Среди платоников. Значит, ну, УТК, ну, потом Спиноза, Лебница, да. Тридцать четыре. Тридцать четыре минуты. Кстати, не только рационалисты, и бейки тоже вполне себе математик. Ну, допустим, начиная с предикативной логики, окей, да. Ну, просто логика равно математика, нет. Логика очень широкое слово, которое используется в разных смыслах. И когда мы думаем о логике, ну, я не знаю, многие философы думают о логике прежде всего Аристотеля. Логика Аристотеля не есть математика. Это радикально отличный метод от математики. То, что их можно совместить, окей, но это было сделано значительно позже, исторически. Юм, эмпирик, это тоже прекрасно. Ну, здесь меня будут обсирать их, конечно. Юм, это самый известный из классических британских эмпириков. Как мы можем называть эмпириком человека, который, ну, в принципе, подвергал, ну, не сомнению даже, а отрицанию, подвергал отрицанию достоверность тех данных, которые предоставляют нам чувства, эмоции, ну, не эмоции, а именно вот. Да, он подвергал их сомнению, но он отрицал априорные знания. Ну, мне не нравится отрицание, через отрицание априорных знаний, я не знаю, называть кого-то эмпириком или нет. Потому что до Юма, до Бекона даже того же, были тоже эмпирики, которые, многие из которых, скорее всего, даже не отрицали априорное знание, потому что эти проблемы в их время либо не было сформулировано, либо они на это не обращали внимания, но их все равно называют эмпириками по принципу того, что они делают акцент на изучение и исследование эмпирического опыта и делают ставку на то, что эмпирический опыт является одним из самых главных источников познания. Ну, да ладно, да ладно. В классическом смысле, в таком английском, англичане просто практически всех своих мыслителей так или иначе называли эмпириками. Это типа было прикольно, я не знаю, что ли у них. Беркли эмпирик, Юм эмпирик. Англичане в своем образовании, ну, то есть на Википедии даже, вы можете прочитать, что это все эмпирики. Ну, например, в нашей отечественной историографии то, что Беркли эмпирик, ну, не то чтобы слишком уж очевидно, честно скажем. Тут все может зависеть, опять же, от определения. И, честно говоря, на мой взгляд, определения могут, ну, очень сильно скакать. Продолжаем. Это делает его эмпирикам. Эмпирики от рационалистов отличаются тем, что эмпирики утверждают, что все знания следуют из опыта. Рационалисты утверждают, что это не так, а, следовательно, бывают априорные знания. Все. Юм, эмпирик, самый что ни на есть. Он вообще основной эмпирик. То есть, вот, Лок и Беркли, это были просто, ну, типа, притечи. О каких знаниях может идти речь, если, согласно концепции Юма, мы не можем быть уверены в том, что опыт дает нам знания? Вот, у меня все время вот такой вопрос был. Ну, окей. Юма. Без Юма они нахуй были бы не нужны, блядь. То есть, они были нужны для того, чтобы появился Юм. В принципе, Юм это самый значимый, в принципе, из британских эмпириков, причем не только классических, а вообще. Это основное, что из британского эмпирика. Ну, вот, у Юма как раз одна из основных проблем, одна из основных проблем заключается в том, что он сомневался в опыте. Сомневался в том, что опыт может давать знания. Традиционно его называют эмпириком. Англичане его называют эмпириком. Тем более, Юм повлиял на развитие эмпиризма и явился следствием развития эмпиризма до него. То есть, он действительно идет в череде эмпириков. Как и Беркли идет в череде эмпириков, условно говоря. Опять же, ввиду того, что он, ну, англичанин. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, уже в формулировке, которую, в общем-то, высказал Марго, уже скрывается некоторая возможность не считать эмпириком. Эмпириком. Эмпиризма вообще было нам дано. Да, Юм эмпирик однозначный и основной. То значит, на счете... Ну, мучения наши. Как мы можем называть эмпирика такого человека? Да, Юм развивался в среде английского, в общем-то, эмпиризма. Это да. И он пользовался терминами этого эмпиризма. Это тоже да. Ну, практически всех эмпириков от него бомбило. Да, проемов Estado действительно... Но то, что человек не верит в априорные знания, ну, брать человек, который не верит в априорные знания, он может быть скептиком. И не верит при этом в опыт абсолютно. Вот я, например, абсолютный скептик, я не верю в априорные знания, я не верю в опыт, я эмпирик. Загдауман говорит, что он нерационалист, значит он эмпирик Что? Я тоже эмпирик, тогда получается Хотя я не эмпирик, я ни в коем случае не работаю в рамках, не знаю, терминов эмпиризма Я ни в коем случае не работаю, не верю в то, что опыт является основным источником познания Ну то есть не все люди, которые не верят в априорные знания, являются эмпириками, это на 100% Это прям вот 100% вам гарантирую Я, например, не знаю, я полагаю, что ни априорные, ни апостриорные знания не могут давать нам какой-то достоверной информации о мире и все Я не эмпирик, не рационалист, до свидания Я вышел из данной проблемы легко Юм, с другой стороны, он и не скептик, конечно же, он не скептик Но Но У него есть агностическая такая тенденция в его философии Некоторые называют его агностиком Ну то есть как человек, агностик может быть, не знаю, либо эмпириком, либо рационалистом Только если, вот, не знаю, по методу как-то пытаться определять Ну вот, Юм следовал эмпирическому методу по большей части Но в самых коренных своих убеждениях в итоге доходил до того, что опыт является сомнительным Ненадежным источником И нельзя узнать, можем ли мы познать что-то или нет с помощью опыта Не, я не верю в знания, друзья, так что такое Просто в 18 веке английский ты или эмпирик, или нет, выбора не было Я согласен, Зак Дауман Ну, на мой взгляд, это плохое деление Это отвратительное деление Ни в коем случае здесь нет претензий к самому маргиналу Здесь претензия к английской историографии прежде всего И вообще к историографии Ну, то есть, серьезно, на мой взгляд, довольно странно Довольно очень как-то вот непоследовательно, что ли Непоследовательно От эмпирического опыта От эмпирического опыта-то ладно А вот от признания или не признания априорных суждений Определять, кто скептик Ой, кто, блядь, этот эмпирик Ну, блин Ну, блин Просто для эмпириков прошлого Ну, например, не знаю, средневековье или античность Тоже там многих людей эмпириками мы сейчас называем У них данной проблемой просто, ну, не то, чтобы ее не стояло Может быть, она стояла только в другой форме Не знаю Сложно это, все сложно А что будет с человеком, который верит и в то, и в другое Ну, например, отчасти в априорные суждения И отчасти И отчасти в априорные суждения, что они оба истину дают Ну, получается, он будет трансцендентальным идеалистом, как Кант Сложно, сложно Ну, я действительно видел, как он разбирает Юму Мне, в принципе, импонирует Не знаю, я сам, когда читал Юму и после сушил маргинал И ни одного противоречия такого радикального не заметил А здесь мы уже можем говорить о Юме Как мы его оцениваем, куда мы его помещаем Для этого не обязательно, кстати, самого Юмы читать А если читать, можно по-разному это определять Поэтому здесь все чисто Только проблема заключается в том, что у него здесь скорее английская трактовка Ну, то есть англичанам хочется трактовать Юму Ну, охуенно, да Думаю, например, как эмпирика Хотя, если так логически подумать Юма иногда как скептика трактует Иногда как агностика Иногда как эмпирика Ну, да, иногда как теплое Иногда как мягкое Иногда как круглое Иногда как кислое Просто проблема заключается в том, что скептицизм Не включает в себя эмпиризм Они несовместимы Скептицизм и эмпиризм несовместимы Агностицизм и эмпиризм тоже, на мой взгляд, несовместимы Эмпирики и рационалисты Это дихотомия была Да Хуевая описательная система Западной философии Да Хуевая описательная система в западной философии В этого времени очень хуёвая писательная система либо один либо другой хуёвый крайне хуёвая писательная система который потом в итоге воспользовался гегель и вывел из нее в том числе свою ебучую диалектику поздравляю здравствуйте 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 мы гегельянцы теперь на самом деле то что ты при этом скептик это совершенно блять это теплое с мягким саму не скептицизм противоречит империи не исключая исключает не подразумевает ну то есть ну понимаете можно просто называть людей там англичане и французы англичане и французы просто там не знаю все логически независимые вещи просто эмпиризм зависимая а скептицизм и не поддерживает эмпирические методы вообще не поддерживать ни один эмпирический метод не является поддерживаемым и скептицизм и скептик не верит в то что все зависит от опыта скептик не верит в то что есть априорные знания скептик ни во что из этого не верит все базовые положения эмпиризма какие бы они ни были подвергаются сомнению в скептицизме следовательно следовательно наблюдается радикальное противоречие между эмпиризмом и скептицизмом следовательно наблюдается также радикальное противоречие между идеализмом и скептицизмом, рационализмом и скептицизмом. Скептик не может быть эмпириком, скептик не может быть рационалистом, скептик никем из них не является и не может быть вообще в принципе даже. У него не может быть методологических, не знаю, верований, методологических убеждений, потому что методологические убеждения это тоже убеждения, это тоже вера определенная, это тоже догмы. Вот, и как бы, блядь, поэтому, да, он еще атеист был, он еще, блядь, по сути дела, протоконсерватор, от него Берг произошел в политической философии, он еще, блядь, этический нигилист, ему много позиций, да, то есть ты можешь быть миллионером и плейбоем одновременно, здесь нет противоречия. Да, но между скептицизмом и эмпиризмом есть, и я это показал. Где о мальчике, где там, блядь, в этом, в лимоне есть противоречие между тем, что он круглый и тем, что он, блядь, кислый. Ты либо рационалист, либо эмпирик. Ну, это хуевое деление. Тупо хуевое деление. Если мы говорим про философию, ты тупо либо рационалист, либо эмпирик, ну, печаль. Философия вот того времени. Спасибо за подарочную подписку, сосед. И юм как раз-таки эмпирик, потому что по нему все знания, если оно есть, следует из опыта. Если оно есть, а если его нет, то не следует из опыта. То есть, ну вот. Мой аргумент как раз и заключается. Ну, вот я как раз и пытаюсь настаивать на том, что вот если, если, ну вот это если его нет, если его нет знания, ну все, печально так-то. Тогда он для меня уже не эмпирик, например. Несмотря на то, что считают замечательные, потрясающие историографы, историки философии. Не важно, что считали сам Юм, не важно, что считал там Лок. Знаете, это деление на черное и белое. Мы вот тут такие вот, либо черные, либо белые. Мы либо там, не знаю, либо фашисты, либо коммунисты. Либо, не знаю, эмпирики, либо рационалисты. Третьего не дано. Это абсолютно такое же деление. Абсолютно такое же деление. Ну, тем более эмпиризм как таковой не является уникальным явлением для философии Нового Времени. То есть, он есть до философии Нового Времени, в средневековой философии. Также он присутствует и в греческой философии. То есть, есть явления, которые мы так или иначе определяем как эмпиризм. И Юм среди всех эмпириков в мире, которые когда-либо существовали, начиная с Древней Греции, заканчивая там Средневековьем, там и философией Нового Времени, Юм является исключением. Несмотря на то, что он исторически считается эмпириком. Да. Он здесь является скорее исключением. Ну, то есть, да, получается очень странная дихотомия просто была в философии Нового Времени. Ничем не обоснованная, ну, просто хуёвая дихотомия для тупого быдла. Просто люди выбирали сторону, никак даже не рассматривая свои суждения, никак их, в общем-то, не конкретизируя. Тупо ты либо с нами, либо против нас, ты либо англичанин, либо француз, либо там, не знаю, либо чёрный, либо белый, там, либо красный, либо зелёный, либо, не знаю, куколт, либо, не знаю, активный альфа-самец, который, в общем-то, как раз присутствует на актах Саити куколских. Там куколт смотрит, а вот он как раз и присутствует, он делает всю работу. Вот, ты либо такой, либо другой, третьего не дано, всё. Ну, деление плохое. Либо Марго, либо Шадов, да, ну, блин, а на чём это основано? На априорных суждениях? Есть ли априорное знание или нет априорного знания? Всё. То есть, перечислять разные вещи, которыми был Юм, ну, можно, наверное, но это никак не влияет. Но он не был скептиком просто. Кстати, он не был скептиком, он был агностиком. А гносис имеет отношение к знанию вообще, в принципе. А эмпиризм, как таковое, имеет отношение к гносиологии, там, не знаю, к теории познания, короче. Имеет отношение к теории познания. Имеет? Имеет, безусловно. То есть, и агностицизм имеет отношение к теории познания. И сама теория познания, эмпирическая, она тоже имеет отношение к теории познания. Одна и та же сфера, по сути. Я не знаю, ну, то есть, ну, то есть, в принципе, Юм, знаете, мог бы быть одновременно и эмпириком, и представителем, не знаю, консерватизма. Да, окей, консерватором. Без проблем. Мог. Но одновременно быть агностиком и эмпириком, на мой взгляд, невозможно, как невозможно быть одновременно скептиком и эмпириком. Ну, иначе всякий скептик-эмпирик. Ну, ладно, может быть, не всякий. Некоторые скептики-эмпирики. Хотя бы так должно звучать высказывание. Некоторые скептики равно эмпирике. Если некоторые, ну, на самом деле, мы достоверно знаем, что ни один скептик не является эмпириком. Ну, из определения скептицизма, особенно античного. То есть, скептик это человек, который во всем сомневается, человек, который подвергает сомнению все, любые методологические установки, любые, не знаю, сущностные утверждения, человек, который сомневается вообще во всем, в том числе в эмпиризме. Эмпиризм не входит в скептицизм. И в агностицизм, кстати, тоже не входит, потому что мы сомневаемся вообще в существовании знания. Ну тут ладно, не важно. На то, что он эмпирик. Вот, на то, что он эмпирик влияет только если ты докажешь, что он рационалист. Очень хуёвое деление. Для этого тебе надо найти у него априорные знания. Если их нет, то он эмпирик. Всё. Или скептик, или агностик. Он либо говорит, что знаний вообще не существует, либо знания могут быть достигнуты только опытным путём, либо он говорит, что не может узнать, каким путём они могут быть достигнуты. Это три радикально отличающихся формы суждения и методологических подходов к исследованию мира. Вообще абсолютно радикально разные. Если мы их не различаем, ну, печально. А, О, О, Р, В, В, ДО, Л, О, О, Ф, В, Сто рублей. Лог реально был значимым и великим. До сих пор вспоминаю, как он ножи кидал, а его ебляд со словами «Я ошибся при взрыве в бункере». Сука, лост. Три скобочки, 9, 9, 9, 9. Да, днём нальше. я понял там у него все действительно намешано но сложно но тут действительно просто вот я бы не сказал что юмэмпирик дохуен киркегор это все-таки скорее религиозная музыка то принято считать но Джордж Беркли или Платон ну вклад Джорджа Беркли он он существует но не соизмерим складом Платона даже не рядом Беркли вроде на юм повлиял ну не рядом конечно но на юм повлиял Зенон Китийский а это кто я знаю Зенона Илейского а это кто друзья давайте вы сейчас попробуйте угадать кто такой Зенон Китийский если кто-то в чате знает то Магинал полный идиот прошу прощения за полного идиота на самом деле но это забавно смешно самых больших школ философии Греции понимаете он знает какого-то Зенона Илейского который был учеником Парменидов но при этом не знает основателя да какого-то Зенона и Лейского ну это ученик это всего лишь какой-то чувак который придумал опоре и Зенона как да вы понимаете это просто какой-то чувак который придумал опоре и на самом деле это просто какой-то чувак который попытался доказать учение своего учителя как раз Парменида это всего-то реально всего-то какой-то чувак по сравнению с Зеноном Китийским которые до сих пор применимы в теоретические там физики и так далее хуй это какой-то зенон или это реально какой-то зенон элейский это ученик ученик своего учителя по сути он ничего нового философию толком-то и не внес он крайне вторичен по отношению к пармениду и не отрицал этой вторичности иски то ли дело кто там зенон китийский зачем он пытается сделать суждение до того как он по не понял кто это что за зенон китийский вот зачем дослушал бы до конца кто такой зенон китийский просто дослушал бы до конца и потом бы уже начал сравнивать зачем делать какие-то суждения до того как ты в общем то это да но кто услышал то то на что тебе нужно отвечать до конца но это же это верный способ обосраться на мой взгляд я реально верный способ обосраться просто я не дослушаю фразу до конца кто кто блять зенон китийский что кто кто-то алло 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 это зенон китийский а вы кто что что происходит где мы где стойки какие стойки блять ты чё блять пошел нахуй отсюда это пранк какой-то зачем ты мне звонишь я тебе позвонил ты чё зеной китайский пошел нахуй как бы ну вот вот что мне мне уже три раза сказали я уже три раза забыл кто там основатель стоицизма блять охуенно чё так поехали что дальше стоите совмещали в своей в общем-то философии поехали логику которую они развивали от аристотеля физику которые не развивали видимо от гераклита даже кстати про влияние гераклита немножко вспоминаем и этику который в итоге повлияло активно на христианство маргинал имеет представление насколько я понял о стойках по поздним трудам стоицизма типа сэнеки там не знаю и прочих прочих замечательных персонажей которые ну в принципе знаете действительно занимались преимущественно этическими проблемами а у ранних стоиков мы встречаем мощный философский массив который может сравниться там не знаю с платонизмом каким-нибудь ну да ладно сколько сейчас стоиков стоит а сколько сейчас лицев и плюс в чат черные буквы не знаю сторонники учения парменида плюс в чат друзья еще еще там не на три четыре очень известных за но на философии от и что но вот этих двух как бы не знаете я даже угадал ниху наверное какой-то был с не я себе пиздец сразу скажу я не знал что это основатель школы стоицизма я угадал просто это не угадал что он основатель до эпикте оценник а цицерон марк аврелий там плюс-минус они действительно по преимуществу занимались этикой и у эпикте то мы встречаем например текст который состоит из афоризмов это гномы вроде назывались ну то есть ну блин ну блин ну понятно что поздний стоицизм он претерпел значительные изменения и вообще уже поздний стоицизм он совмещает себя отчасти этику полтонизма даже перепатетизма немножко то есть там там очень такая синкретическая уже этическая позиция идет и философия понимается как образ жизни вот как раз если мы называем эпикте это сэннику цицерона марка аврелия философами не считать философом конфуция но простить конечно тоже очень странно не мне похуй совершенно насрать стоицизм блять окей короче в следующий раз когда мне будут про рассола говорится что-нибудь я там сколько и хуйню про рассола мне будут говорить я не буду знаете а правцы будет мне похуй ребят на рассола аналитическая философия хуйня полная для дебилов и дегенератов не знаю по моему умный человек не может быть аналитическим философом вообще плевать ничего не знаю не хочу ничего знать нахер аналитическую философию все вот вот такая же аргументация мятер будет до заслужит заслуживает заслуживает да такая аргументация внимание я думаю что дальше ну это опять цитаты волка я не ну слушайте ну да по мурасал этот за и вид генштейн главный вид генштейн и цитаты волка статы волка давайте вид генштейна прочитаем просто напомню кто то что что мы вид генштейна было вид генштейн логика философский твард тракта от логика вот сразу вывели давайте читать читать логи скачать купить я не буду покупать логики философский твард тракт отмечу денег много смотрите мир есть все то что имеет место вид генштейн поехали дальше мир есть совокупность фактов они вещей мир определен фактами и тем что все факты по и продолжаем факты в логическом пространстве суть мир продолжаем еще дальше мир распадается на факты атомарные факты есть соединение объектов уж как бы ребят продолжаем еще дальше критику вид генштейна который маргинал обычно проводят и другим мыслителям давайте к вид генштейну для предмета существенно то что он может быть составной частью атомарного факта как бы продолжаем дальше чтобы знать объект я должен знать не внешние а все его внутренние качества как бы еще дальше объект объекты содержит возможность всех положений вещей а друзья продолжаем цитаты волка объект прост как бы не знаю что еще будет между прочим объекты без света серьезно что ли она субстанция есть то что существует независимо от того что имеет место она есть форма и содержание продолжаем но просто ребят серьезно но серьезно просто серьезно постоянное существующие объект одно и то же вы не поверите как бы ребят форма есть возможной структуры как бы ничего себе вот эта философия не то что в ебаной конфуции как бы атомарные факты независимы друг от друга типа ребят что мы создаем для себя образы фактов еще что у нас элементы образа домой почти уже все прочитать образ есть факт не знаю давайте дальше листать атомарный факт мыслим означает что мы можем создать его образ как бы ребят ну вот это я понимаю философия настоящая не то чтобы там проклятые эти не знаю гребаные китайцы у которых никаких доказательств не дайте пропустим все доказательства конечно сейчас пропускаем доказательства давайте найдем кит слабое утверждение мы доказываем когда оказывает убер маргинал обычно правильно мы делаем также цитаты волк цитаты волка смотрите 427 относительно существования несуществования и на томарных фактов имеется к н равно и псилот н равно 0 н в возможностей как бы ребят все все так можно опровергнуть продолжаем вид генштейн цитаты волка возможности истинности элементарных предложений есть условия истинности изложности предложений как бы это уже большой волк большой волк продолжаем дальше но то есть ну чё ребят вид генштейн так ребята для меня хорошо для меня вид генштейн философ но это же цитаты волка ребята цитаты волка по маргиналу должны быть общая форма предложения есть переменная как бы здравствуйте александр думаю поступать на филфак но не знаю куда потом идти с философским образованием помимо преподавателя философии хорошего стрима можно в стриму идти а можно преподавателем философии элементарные предложения аргументы истинности предложения еще одно прескриптивное высказывание как бы вполне функции истинности можно упорядочивать в ряд это есть основание теории вероятностей продолжаем разбирать вид генштейна очень интересная философия с александром шадовым в духе убер маргинала продолжаем все большие мы не будем рассматривать но это потому что наверно могут реально так и доказательство появится ну а чё нам читать до доказательства логические знаки операции являются пунктуациями как вам такое друзья а вот это я понимаю вот это и мудрость мудрость веков тут цифры какие-то пошли я хуй не будем разбираться даже мы же критикуем как маргинал поэтому вообще не будем с этим работать давайте до конца чё там то о чем нельзя говорить о том следует молчать все шутка закончилась пошел нахер чувак неинтересно вот философии учить цитаты волка наизусть то ли дело не знаю логики философский трактат и она не про то что ты учишь цитаты волка наизусть стоицизм он про то что ты учишь цитаты волка наизусть конфуций он про то что ты учишь цитаты именно волка наизусть такая философия мне не интересно то есть вот как бы все спасибо заседатель подарочная подписка спасибо спасибо топич мне интересна философию которые есть аргументы то есть вся философия до 20 века ему не интересно напоминаю напоминаю вам друзья стоицизм он не про аргумент и несмотря на то что ранние стойки и средние стойки в целом разбирали логику логика была одна из важнейших в общем-то областей их исследования ну про какие-то этические там позиции очень жизни а поздний стоицизм преимущественно сконцентрирован на этики до на и мудрость охуительно это это то что с моей точки зрения шкварит философию для людей которые боятся начинать читать философию смерть не события жизни смерть не переживается напоминаю просто на всякий случай что философия что не философия вот это вот это о чем нельзя говорить о том следует молчать это философия все остальное не философия друзья все хорошо из за того что боятся что там будут сплошные цитаты волка да вот генштейн например ни в коем случае не цитаты волка есть конечно нечто невыразимое она показывает себя это мистическое как интересно то есть обесценивать вид генштейна как нехуй вообще просто сидишь и обесцениваешь вид генштейна вот вот вообще щелчком я уважаю вид генштейна в целом это отличный философ интересное но не очень важный на мой взгляд конечно по сравнению с другими но как бы ребят где там 654 давайте 654 где она а мои предложения поясняются тем фактом что тот кто меня понял в конце контов уясняет их бессмысленность если он поднялся с их помощью на них выше их он должен так сказать отбросить лестницу после того как он взберется по ней наверх он должен преодолеть эти предложения лишь тогда он правильно увидит мир ну то есть понимаете на самом деле обесценивать очень легко как ни странно то есть там я не знаю ну вот эти вот конфуции всякие вот то есть реально когда мы что-то обесцениваем это реально очень легко обычно берем вид генштейна все он обосран вообще с ног до головы вообще нет ничего у него ничего что можно было бы так или иначе не обосрана в данный момент но это было просто легко на самом деле кто понял тот поймет да если надо объяснять то не надо объяснять все верно все клево уют и вот это все говно хуешь и блять хуешь и прочее поебень жизненно блять вот как в жизни то все устроено ахуительный как же как же блять заебись просто ну проблема опять же не в том что как в жизни устроена ахуительно проблема как раз заключается в том что мыслители китая создавали этику создавали этику как к такую какая она в итоге была и политические устройства разные создавали эти устройства в итоге работали в китае норм 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 по моему норм терпимо хуэйши китайская философия до китайской философии безусловно хуэйши суждать блять блять стоицизм ну то есть парадоксы у того же хуешь и они в принципе сравнимы с парадоксами за но на блять круто пиздец миника не круто летней философии это пизда более просто я не читал в общем-то за но на китайского никогда не не слышал даже они могут не считал понятно по каким причинам а не слышал даже о нем ну и вот считаю что все стойки говно история философия меня тоже не вдохновляет но потому что тут не философия до везде вот маргинал берется за то чтобы распределять где философия где не философия она его не вдохновляет то на самом деле вот как не вот как не хорошо как печально да не вдохновляет история философии меня не вдохновляет цитаты волка а доказать почему она тебя не вдохновляет или это было прям ложное высказывание она бессмысленная может быть а но тамар на или не атомар на я что-то не понял опоре искали потому что ну формально они не парадокс ну окей окей здесь я мог оговориться римские стойки да мне тоже не нравится загдаума но то есть у них преимущественно этика но и довольно смешанная этика не только как бы не только 100 свойственные стоицизму так скажем там множество уже набрано всяких концептов там и платон обсуждается и аристотель в их текстах такое хотя в игре и джек металла джи есть такой чит-код сериал из парадокс он нужен чтобы чудеса себя наспавнить халявные спасибо фишу молит за целых пять подарочных подписок спасибо топич топич но просто по маргиналу реально получается что вся философия кроме аналитической это не философию все супер стоическая этика пишет x и y модная и актуальная метафизикой даже современные стойки не пользуются но тут другая уже проблема что и логики и логики и физики у них физика у них не метафизика это называется и физики так или иначе претерпели определенное влияние в общем-то стойков продолжаем осталось чуть-чуть а у философия б безумно можно быть первым безумно можно через стены попасть туда окунуться вдаль ну поет он хорошо я не претендую на звание ну ладно тогда все окей друзья маргинал не претендует на знание знатока философии подписывайтесь на александра шадова на васила кстати васил наверно больше претендует на знаю звание знатока истории философии он действительно неплохо знает философию историю философии лучше меня даже ну ко мне тоже обращайтесь так что вот но такая в истории лев гумилев на музыкальную паузу нам что-то прислал если так анализировать друг друга то можно создать бесконечный контент я думаю можно друзья давайте что там лео лео прислал нам о боже мой это можно смотреть вообще это смотреть нельзя к сожалению это будет музыкальная пауза после стрима к сожалению ну вид генштейна мы разобрали разбор мою почтению философию мне до пизды спасибо за подарочную подписку сосед спасибо топич блин а сегодня по подпискам по просмотрам заебись мне мне нравится нравится ну чё марго я тебе одолжение сделал ты мне теперь должен денег я тебе как бы свет в будку правильно ты обязан мне вот этими вот всеми подписками донатами что ж думаешь марго все свет проведен как бы ты мне денег должен спасибо на тест а можно мне ссылочку на этот пока мы досматриваем видео с маргиналом нет не только которые ахури ну марго не только юма и рассела понимает он неплохо прочитывал аристотеля в свое время мне нравится его ранняя лекция по аристотелю но там там он говорит больше чем я даже по аристотелю я не очень много знаю про аристотеля честно говоря читал все его тексты мы не являясь специалистом в этой сфере он молодец он молодец он там хорошо разбирался в 2015 вроде бы году ну то есть у маргинала есть есть знаете такие вот проблески в рамках философии где он прям ну вот хорошо себя чувствует и доминирует поэтому друзья я как бы не согласен что только юм и только рассел мур может быть отчасти может быть современные более-менее не знаю квайн какой-нибудь еще трудно 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 сказать чем он круто разбирается про майнинга он читал лекцию говорят то есть про майнинга вообще мало кто знает в общем курсе философии такой вот его редко можно увидеть ну то есть у маргинала есть интересные такие интересы знаете с которыми можно так или иначе вот интересно побеседовать что-то из него достать хорошее мудрое интересное богатая это будет платим или монтаски но опять-таки пожалуйста платно таски философию ну окей согласен он таски не очень большой потолок и поэтому платим поэтому платите мне деньги деньги мне платим блять мне платит вот это хорошо да действительно есть бля сейчас у меня бомбанет я чувствую слава богу он до канта не дошел там на канте я обосрался если он кстати канты читал он мог бы меня там ну подобосрать честно скажу почему через одного просто какая-то адская дечь понимаете у меня идеалистическая через 1 варенах у меня идеалистическая хуйня 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 но он и на этим по моему маргинал китайский философ потому что он часто говорит слова хуйня это китайская китайское словосочетание хуйня хуйня у него не как можно как можно про шеллинг сказать да как ты можешь реально маргу это шеллинг это какая-то идеалистичная залупа ну что это не залупа залупа блять не отшелин гений не идеалистичная идеалистичный идеалистичная чё не так то блять идеалистичная залупа хуйня 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 как бы все ну здравствуйте аргументы аргументированная философия подъехала кирки гора кстати в его биографии был момент когда он поехал блять поехал посмотреть начали публичную лекцию шеллинга такой блять шеллинг охуенно сейчас причастимся интеллектуальной жизни блять немецкой приехала шеллинг уже блять был старый он ебанулся и нес какую-то хуйню и кирки гор но лютую печаль ку словил из-за этого в итоге разочаровался на хуй в идеализме просто всрался окончательной и поэтому веровал бога даже на это был один из поворотных моментов вообще в его жизни если бы шеллинг не ебанулся на старости лет не ушел в маразм то возможно у нас не было бы дистанциализма таки как разным образом можно лютый кримч заказать чтобы у всех в чате свернулась него в трубочку не знаю чего как хочешь но трудно сказать насколько шеллинг христианин в прямом смысле но он очень сильно дорабатывает христианство бог у него есть как минимум бог у него как минимум есть но там все очень сложно очень запутано несколько периодов развития его философии плюс ко всему натуральная философия шеллинг наверное один из самых поздних философов которые так или иначе серьезно пытаются заниматься пытались заниматься натур философией и каким-то образом ну адекватно предлагать свои идеи физики ну то есть он реально был в курсе физических открытий пытался их по философски трактовать больше знаете каких-то адекватных примеров подобной деятельности я себе не припомню но марксисты марксисты довольно комплементарно относились к физике как таковой то есть они прям просто переписывали физику в своих текстах шеллинг пытался и и обыгрывать очень интересно и это на мой взгляд но круто тоже философ один из самых последних натур философа философии который мог соответствовать непосредственно той самой мы сейчас можно маргинала и ссылка не ребят но бля какой-то идеалист тесты ссылка на донат еще найдем это прямо тупо по какой-то идеалист в том числе идеалист конечно конечно в том следицию сейчас найдем блин тогда ладно найдем потом у него там полный список заказанных видео came to the property просто идеально может быть я здесь перебрал я мог соврать но неплохо это колоссальная сложная невероятная система очень рад зашили ну реально в рейку для философии более крутой великий но но шеллинг более эрудирован философии например физики и он понимает о чем он говорит о чем он пишет ну то есть он реально более эрудирован в этих областях чем тот же гегель которого в принципе мы считаем большим крутым философом где бы была физика без шеллинга без них в пизде блять да нам насрать на догматическую современную физику где они там фантазируют не знаю элементарных каких-то частицах которые никто никогда не видел и никто никогда не увидит который фиксируется чудесным способом шеллинг предлагал свой оригинальный вариант развития физики предлагал рассматривать мир как нечто живое это клево это интересно это же реально круто но это это просто интересный взгляд на мир в этом и заключается философия люди предлагают вам интересный взгляд на мир и пытаются его как-то аргументировать при том и не в том смысле что логически а предложить вам резоны поверить в их взгляд на мир и они для себя предлагают эти резоны и для других предлагают резоны в этом и заключается философия в целом да в этом нет ничего удивительного, и поэтому китайская философия, философия индийская философия, философия является, какая-нибудь там философия моха из финики тоже является философией. Люди предлагают какие-то вам варианты, какие-то альтернативы тому взгляду, который вы уже имеете. Вы эти альтернативы можете развивать дальше, можете их пытаться доказывать, опровергать, можете подвергать их научному рассмотрению или ненаучному. Без этих взглядов, без этих вариантов, без этих в общем-то альтернатив у вас не было бы вообще ничего. И науки тоже бы как таковой не было, и никакой физики бы не было без этих альтернатив. Ноль, абсолютный ноль. Никаких методов исследований не было, если бы люди не предлагали альтернативы и что-то бы не выбирали, как-то с этим не работали. Философия как раз их предлагает вам. Марго в дебатах тебя уничтожит, пишет Аликс. Лиханон. Вот это да. Поехали дальше. Безусловно, уничтожили. Идем дальше. Я представляю себе дебаты, типа, ну че, идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. По дебату. Тупо, а какой-то идеалист, как бы немецкие фии. Но не будем сейчас еще подробно разбирать, знаете, в каких областях Шеллинг преуспел и в каких вьет взнос. Конечно, если выбирать между Шеллингом и Демокритом, то, конечно, сложно. Ну, действительно сложно. Ну, просто проблема еще заключается в том, что сам по себе Шеллинг... Ну, я имею довольно-таки скудное представление о Шеллинге в целом. Если бы рядом с нами была здесь прекрасная Анна Винкельман, например, она бы нам рассказала все про Шеллинга. Про разные этапы его философии и так далее, и так далее, и так далее. То есть, по-моему, Шеллинг очень полноценный мыслитель. Очень полноценный. У него очень много философии. Друзья, Алекс, зовите Маргинала, с удовольствием я с ним подебатирую, хоть на тему восточной философии или хоть чего вообще угодно. Приглашайте Маргинала, пусть он меня там, не знаю, позовет. Я сразу же такой, ура, 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 ура. Бесплатный пиар, бесплатный пиар, я очень доволен, я согласен, обеими руками за. Понимаете, если я даже проиграю в дебатах, я же победитель, вот я выйду победителем. Из этой битвы я в любом случае выхожу победителем, понимаете, в чем дело. То есть, мне, мне, честно говоря, я в любом случае за за дебаты. Приглашайте Убер Маргинала, я с удовольствием с ним побеседую, с удовольствием с ним подебатируем. Просто, муа, просто спасибо вам даже за это большое, если пригласите. Если сможете сделать так, чтобы он в итоге мне написал, типа, слышь, блядь, давай дебатировать. Напишет мне так, я все, я бегу сразу с ним дебатировать, друзья. Прям уиии, прям уиии, прибегаем к нему, а потом цитаты Волка прям, ауф, ауф, спорим. Два дебатера, сначала он такой, ауф, ауф, из Витгенштейна. А потом я ему в ответ так, ауф, ауф, из школы стоицизма. И смотрим, кто победил, а, ребят? Как вам такое? Нихуя сложного, Демокрит. Демокрит крутой. Бля, как можно такси познавиться на одном видео? Джон Роулс или Макеавелли. Ну, тут Роулс, такую хуяку пососал, так что, блядь. Так, где он дальше? Так, ребят, обычно ни к чему и не приходит. Свинтельман у меня уже был стрим Батмен Блум. Мы с ней хорошо побеседовали, но я думаю, надо... Мне надо более, с более популярными пока персонажами тусить. Я хочу с Жмелевским потусить. Сегодня, кстати, к концу стрима я обязательно покажу вам, что я сделал в игре. Я начал разрабатывать ветку с Жмелевским. Это гениально, по-моему. Рибершон или Макс Штюрнер? Ну, опять-таки, вклад Штюрнера в философию, пожалуйста. Огромный. Анархизм, да, иррационализм... Бля, про анархизм, конечно, тут условно, условно говоря. Анархизм, он повлиял на анархистов. Анархисты его любят, но он сам не анархист при этом. Оговорочку сделан. Анархизм, в принципе, существовал в виде газетных статей в США еще до Штюрнера. Похуй. Ну, Штюрнер сам не является анархистом, но он повлиял на развитие философского анархизма. Ну, ладно, это не суть важна. Допустим, анархизм, хорошо. Анархизм. Притечи Нитши, не знаю, может быть не предшественник прямо, но вот многие идеи, которые встречаются у Нитши, уже есть у Штюрнера. Аберсон, условно. Да, да, да. Citation needed. Ну, то есть мы можем просто посмотреть, иррационализм у Штюрнера встречается. Очень мощная концепция иррационализма, критика, не знаю, приемлемая такой в Европе, теория познания. Штюрнер очень силен, честно. Читайте, единственное, его собственность. Это не тупо политический трактат, не тупо этический. Это очень сложный трактат, это очень сложный философский трактат, в котором, правда, действительно много суждений, таких, знаете, недоказанных. Поэтому Марго, в принципе, может сказать, ну, это цитаты Волка. Оно чисто концептуально, у Штюрнера много нового. Следователь, как бы, ну, о философии жизни, так-то, если подумать. Максим Пестряков, согласись, что там-то не дожал. Да я, в принципе, даже не пытался жать. Мы беседовали. Мы беседовали спокойно. Если бы у меня была цель дожать, я бы жал. Я бы, ну, то есть, вы понимаете, что я могу уходить в тотальный кринж. Но когда я беседую с гостем, или я у кого-то в гостях, я пытаюсь как-то с уважением относиться к человеку, вполне так беседовать. Я и пытаюсь не давить, не перебивать обычно. Хотя у меня, реально, у меня желание перебивать, потому что я довольно импульсивный человек, но я стараюсь себя сдерживать. Ну, то есть, Максим, вы же понимаете, что вот там увидели... Ладно, неважно, там уже ушло сообщение. Ну, то есть, есть определенные аргументы, которые я мог до конца, конечно же, развивать. Ну, 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 а что делать? Штирнер, он ее... Кстати, я еще, плюс ко всему, в абортах, в теме абортах не заинтересован, мне похеру на нее. Как бы вообще, в принципе. Что у Штирнера есть от философии жизни? То есть, он предтеча в чем... Жизнеутверждающая философия эгоизма. В чем именно? Именно в этом жизнеутверждающая философия эгоизма. Потом у Ницше появляется своя жизнеутверждающая философия, и его уже начинают трактовать как зачинателя этой самой философии жизни. Но тот же самый аспект, немножко в другом ракурсе, уже имеется у Штирнера. Может быть, не перекочевали, а, ну, может быть, независимо Штирнер и Ницше открыли свои вещи, но Штирнер был пораньше. Ты участвовал в дебатах во время обучения? Да, особо нет. Это скучно. Ну, фактически это скучно. У него было огромное количество критики разных мыслителей, включая Гегеля. У него были какие-то охуевшие идеи, он их рассказывал. Это не то, чтобы пизда какая философия. Ну, собственно, и все. Спасибо. Что это за значок такой интересный? Буковка Е? Это что-то из санскрита, нет? Что это? Oh my! Not found! Уважаемый, уважаемый, смотрите, not found. Я не знаю, что. Что вы мне прислали и не найдено видео. Можете скинуть в чат, пожалуйста. Или куда-нибудь там еще. Вы прислали то, что нельзя посмотреть. А то, что нельзя посмотреть, о том следует молчать, как бы. С тем же успехом... Ашадов, ты же говорил, что критика хуйня. Да, сама по себе она ничего не значит. В таком, знаете... Большая-то кси была, простите. Ну, я забыл греческий алфавит давно. Так вот. В таком большом обозрении, скептическом, да, критика ничего не значит. Ну, покритиковали, так покритиковали. Ничего от этого не меняется. Победили в критике, молодцы. Не победили, но не молодцы. Ничего не изменилось. Но, в целом, критический... По критическому потенциалу, в том числе, можно оценивать философов. В этом есть некоторые достижения. Можно прочитать... Сила есть право. Да мы любые утверждения можем прочитать в любой философии. Не знаю, беру Рассела. Рассел. Просто берем Рассела. Бертон Рассел. Поехали. Что, какие у него там рассуждения есть на русском языке? Давайте вспомним. Я уже забыл, что там у него, блядь, на русском присутствует. Не знаю, цитаты Рассела есть. Просто давайте возьмем цитаты Вики Цитатник Рассела. Просто берем любое высказывание какого-то Рассела и говорим. Математика может быть определена как доктрина, в которой мы никогда не знаем ни о чем... Ни о чем говорим, ни того, верно ли то, что мы говорим. Оуф, как бы, ребят. Опять же, понимаете, вырванные из контекста цитаты, они всегда будут казаться, ну, не то чтобы такими полноценными. Не знаю. Бояться любви значит бояться жизни, а тот, кто боится жизни, на три четверти мертв. Бертон Рассел. Посмотрите, Бертон Рассел, ребят, это Бертон Рассел. Аристотель утверждал, что у женщин меньше зубов, чем у мужчин. Хотя он был женат дважды. Ему так и не пришлось в голову проверить правильность этого утверждения, заглянув в рот собственной жене. Уф, как бы. Ну, то есть, ну, ребят, ну, лол. Любое вырванное из контекста утверждение, но если мы так и будем говорить, смотрите, все, Рассел не философ. В наших школах не учат самому главному искусству читать газеты. Вот это философия. Понимаете, маргинал так и опровергает. Маргинал так и опровергает всех мыслителей. Понимаете, вот он так и работает. Вот это его аргумент главный. Он берет какую-то хуйню, отдельно взятую, вырванную из контекста. Ну, ну, смотрите, что писал Штернер. Это не философия. Вот это тоже не философия. Это какая-то хуета, дебила, понимаете, на самом-то деле. Поехали дальше. Притом, я не то чтобы большой ненавистник Рассела, понимаете, но вот просто, если мы берем любые рандомные цитаты и говорим, это не философия, значит, кто-то там не философ. То и Рассел по такому же принципу тоже не философ. Я могу опровергнуть, что Рассел философ с тем же самым методом, которым работает Марго. А слабо в качестве тренировки дебатера, мощно обосрать антисиентизм и аргументировать сильных позиций. Не как панчин, сциентическое мировоззрение. Ну, кстати, Максим могу. То есть без проблем. Но опять же, понимаете, в чем проблема с антисиентизмом? Антисиентизм не есть что-то одно. Это колоссальное множество различных концептов. Поэтому подходить к критике антисиентизма довольно трудно. Сиентизм, он плюс-минус един. Потому что он базируется вокруг одной системы, вокруг одного метода познания, вокруг одного академического сообщества какого-то. С критикой сиентизма все всегда проще обстоит. А чтобы грамотно критиковать антисиентизм, это можно попробовать. Но для этого надо доказывать, что научное мировоззрение является мощным. Я могу на самом деле делать зеркалочки. Собрать все аргументы сиентистов, так или иначе, и использовать их в качестве орудия, чтобы доказывать, что сиентизм это круто. Я могу так сделать без проблем, да, вполне. Но это будет, конечно, вторично крайне. Сам не знаю, смогу ли придумать новые аргументы в поддержку сиентизма. Тоже не философия ни хуя. Такая же... Ну, такая же хуя, абсолютно. То есть, это такая же, что-то библия сатаны, блядь, какая-нибудь тоже ловее. Вот. Из второй половины 20 века. Тоже хуя, блядь. Ну, из той же сети, такая же философия охуенная. Просто пиздец. Как проблема заключается в том, что свои этические положения Штернер придумал сам, а Лава их копировал. Вот все. И в этом и заключается разница между мыслителями и немыслителями. Мысли... Мыслители создают мысли. А немыслители не создают мысли. Товарищ Макс Штернер был мыслителем. И он создавал мысли. Он создавал определенные положения. Этические положения. Положения в теории познания. Политические в меньшей степени. Но что-то тоже там у него проскакивало. Штернер создавал, ну, в общем-то, не знаю, позиции, какие еще. Ну, и рационализм, опять же, к теории познания относящиеся. Штернер критиковал Кегеля. У него есть критическая философия. Штернер замечательный, потрясающий, умный человек. Ну, ладно, это уже шутка, но хорошая. Фив, до, ла, о, фив, 100 рублей. Конфуция это примерно как человек-яйца, 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 гениально. Не, ну, ребят, давайте попробуем представить себе книгу, написанную учениками Рассела, где они описывают, какой Рассел умный. Но при этом они описывают это непоследовательно, а просто описывают, как они подходят к Расселу, что-то у него спрашивают, а Рассел это отвечает. Это и есть люнь-юй, только в аналитической философии. Вот так бы выглядела, точно так же выглядела бы такая же схема, если бы она работала у Рассела, понимаете? К любому мыслителю мы можем так подходить, что-то спрашивать, и он будет что-то отвечать. И будет абсолютно такой же текст. Почему ты это не знаешь, что философский лох? Да, по всей видимости. Конфуции на подумать. Да, Брюс Ли, кстати, тоже отличный философ. Макс Штырнер, ну, просто гигант, как бы. Гигант, блядь. Оценивать, к сожалению, но он гигант. Он гигант, не знаю, больше ли, чем Берксон, но он гигант. Да, да, да. Охуенно. Ну. Блядь. Ну да, охуенно. Аргументы. Аргументы. Аргументы, пожалуйста. Блядь, а Григорий Сковорода тоже, вот охуенно гигант. Ну, Сковорода вряд ли гигант, но неплохо. Гигант был, так же. Ну, его тоже философом называют. Потому что гигант, блядь, пиздец. Большой волк волчара. А аргументы будут, доказательства там. Шашлык, продолжил подписку. Спасибо, шашлык. Шашлык, зато будет шашлык, друзья. Шашлык 671. Шашлык тоже, неплохо. Донат, снайпер, 600 рублей. По четверичной, это будет очень кринж. Скотка шизкукич. Мне очень стыдно, что я это заказал, извините. Блядь. И все, мы, видимо, заканчиваем. Он не посмотрел большей части видео, конечно же. Хайдегер или эффектив? Эффектив это, скажем, стоик, по-моему, я... Да, это стоик поздний спешадов. Ты же веган и фруктоид? Нет. Нет, я ем мясо. Брюс Ли, отличный философ. Кстати, война, дело молодых, лекарства против морщин. Не зря китайский мудрец. Максим, я напоминаю, если кто-то закажет мне тысяч за 10 лекцию про философию Брюса Ли, я сделаю из Брюса Ли настоящего философа. Ну, это вот заранее, предупреждаю. Я могу сделать из Брюса Ли настоящего философа. Вы бы увидите. Стоик, один из всех стоиков, который был при этом рабом. У него была довольно трудная судьба. Ну, я согласен, что здесь Хайдеггер как бы. Ну, это просто лирика. Недавно, вроде бы, ну, не так давно, в нашем тысячелетии, так скажем. Вышло переиздание, в общем-то, его высказывание. Очень интересно, я не знаю, рекомендовать вам читать или нет, но... Называется «Безумно можно быть первым». Но очень рекомендую. Он в основном этикой занимается. Конечно, выбор из бежды пикетами Хайдеггер, ну, Хайдеггер. Не жарим, тут это не моя чётка, я не могу здесь Хайдеггер. Ну, да. Шопенгауру или кузраль. Вот это, блядь, сложный. Да ты за 10 тысяч с кого угодно сделаешь философ. Действительно так и есть. Да нахуй. Блядь, вот это сложно. А из Марго можешь? Ну, это надо за 20 где-то. Всё, закончилось время. Я так понимаю, чуваку, который донатил на продление, заебло просто смотреть. Поэтому смотрим то, что заказал. «Деньги мне плати, деньги 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 мне плати». Давайте, друзья, кстати, платите деньги. Спасибо, кстати, большое за сегодняшний день. А сейчас... Сегодня мы, по-моему, очень много заработали. Продолжение следует...